Друзья, прежде чем начать рассказ на задуманную тему, я хочу сказать вам, что не могу войти молчанием сегодняшнее число – 22 июня. Ту страшную дату, с которой началась Великая Отечественная война. Победа в ней далась дорогой ценой. И у меня к вам просьба, я к вам с ней обращаюсь. Давайте почтим память тех, благодаря кому мы живем, растим детей и предаемся нашим увлечениям. В частности, в нашем случае это касается наших четвероногих друзей-собак. На примере нашего увлечения дети наши учатся любви и верности. А это самые, на мой взгляд, главные человеческие качества. И поэтому наше увлечение на самом деле чрезвычайно важно для воспитания в них гуманизм. Над нами светит солнце, над нами ясное голубое небо. Пусть всегда будет солнце, и пусть всегда жива будет в наших сердцах память о тех, благодаря которому для нас это солнце светит. Ну вот. Теперь после минуты молчания в память о наших дедах и отцах, давайте вернемся к сегодняшней теме. Сегодня у нас часть девятой группы. Вы видите на экране перед собой, в каком порядке будет идти рассказ. И первая порода, которую вы привыкли на Руси называть Чихуахуа, я готов к тому, чтобы для начала немножко погрузиться в эволюцию этой породы. Только, Ирина, у вас там такое количество картинок, что вы мне говорите, какую ставить, когда, потому что, ну, и хочешь. Ну, хорошо. Ну, пусть будет пока вот эта картинка, а я кое-что расскажу до того, как переходить, прежде чем переходить к стандарту. Значит, я намеренно взял старую книжку. Вот она. Всем, чтобы посмотреть, это американская книга «The Complete the Book». Это ее 17-е издание, 89-й год. Стандарт Чихуахуа, позвольте мне называть Чиваба, так будет короче и, наверное, доступнее для наших зарубежных слушателей, которых иное название удивит. Стандарт здесь датирован 1972 год. И любопытны в нем несколько деталей. Стандарт я не буду вам читать, а вот на деталях этих остановлюсь. Ну, во-первых, здесь написано, что характерная голова в форме яблока, череп в форме яблока, с родничком или без. Это первое. Второе. Здесь вот что написано. Часть линии верха. Прямая спина немного длиннее, чем высота в холке. Представляете себе, какой растянутый был формат. Я намеренно посмотрел в словаре, который приведет здесь сзади, что здесь понимается под спиной. Я прочитаю по-английски, а потом скажу по-русски. Variable in meaning depending upon the context of the standard. Меняется в зависимости от контекста стандарта. В некоторых стандартах это определяется как позвоночник между холкой и поясницей. Ну, вот в нашем случае это именно так. Можете себе представить, какой длины первоначально, ну, в те времена, первоначально сказано, вполне в условном смысле, были собаки этой порой. И любопытна шкала, которую они приводят, где ранжированы по важности стати собаки, в частности. Голова, включая уши, 20 баллов, тело, включая хвост, 20 баллов, шерсть, 20 баллов, конечности, 20 баллов, общее впечатление и движение, 20 баллов. Итого, каждая позиция оценивается одинаково. Вот так относились в Америке в далекие годы к тому, что собой представляет в идеале эта порода. Перед вами на картинке щенок. Ему где-то около трех месяцев, но на нем уже видны, сейчас я включу курсор, но на нем замечательным образом уже видны те детали, которые мы поощряем, когда смотрим на собак этой породы. Я не буду сейчас останавливаться на этих деталях, я сначала прочитаю стандарт. Время от времени я буду останавливаться на пунктах, которые требуют пояснений. Ну и потом мы будем рассматривать с вами множество картинок и вспоминать про нормы стандарта, смотреть на то, какие встречаются отклонения, и как к ним относиться. А теперь я перехожу к самому стандарту. Он последняя версия десятого года. Это секция шесть, отдельная секция девятой группы и коротенькая историческая справка. Самая маленькая собака в мире носит название крупнейшего штата Мексиканской республики Чивуава. Есть предположение, что собаки жили в дикой природе и в эпоху цивилизации Толтека были одомашнены ими. Изображение этой собаки, которая использовалась в качестве украшения в городской архитектуре, встречается в городе Тула. Скульптуры очень напоминают современных Чивуава. Общий вид. Эта собака имеет, внимание, компактный корпус. Мы с вами помним, что имеется в виду под этим понятием. Компактность означает, что у собаки короткая поясница. Основными породными признаками являются ее череп, который имеет форму яблока, а также то, что свой умеренно длинный хвост она несет очень высоко изогнутым или в форме полукруга с кончиком направленным к области поясницы. Итак, несколько позиций. Череп в форме яблока. Компактный корпус и умеренно длинный хвост с заданным поведением. Повторять я его пока не стану. Важные пропорции. Длина корпуса немного больше, чем высота в холке. Однако предпочтительен почти квадратный формат. Особенно у кобелей. У сух допустим более растянутый формат в связи с репродуктивной функцией. Вот посмотрите на этого малыша. Компактный корпус. Видите, по этой тени, вот она здесь просматривается, которую мы можем воспринять как проекцию поясницы. Как обычно, мы идем по заднему краю последнего рембра, выходим на позвоночник, и по переднему краю сначала бедра, а потом подвздошные кости. Выходим на позвоночник в этой точке. И тогда возникает классическое соотношение, которое определяется первыми тремя числами Фибоначчи. 1-1-2, или то, что мы называем 2-1-1, читая в направлении от холки к корню хвоста. Компактный корпус. Почти квадратный формат. Ну, представьте себе, у этого малыша корпус сформировался раньше, чем выросли кости, конечности. И для этого возраста это совершенно идеальное соотношение. Череп в форме яблока, и хвост легкой дугой, изогнутый над линией вверх. Характер. Быстрые, внимательные, бойкие и очень смелые. Последнее заслуживает особенного внимания. Вот эта кроха, эта самая маленькая в мире собака, обладает бесстрашием. Удивительно. Череп хорошо округленный, яблокообразный, переход ярко выраженный, глубокий и широкий, так как лоб округлый, выпуклый и немного нависает над мордой. Вот так. Катюша, можно голову в профиль? Вот в три четверти голова здесь, и в три четверти голова почти в профиль. Голова здесь. Переход несколько нависает над мордой. Вот мы с вами видим это движение. Вот оно. Мочка носа любого цвета, умеренно короткая, немного направлена вверх. Здесь и здесь. Вот чуть-чуть вверх. Морда короткая, прямая, при осмотре в профиль широкое основание, суживающаяся кончик у носа. Губы сухие, плотно прилегающие, скулы слабо развиты, не выступающие за боковые линии головы. А теперь дайте мне, пожалуйста, картинки анфас. Скулы слабо развиты, видно. Не выступающие за боковые линии головы. Не выступают. Челюсти, зубы, ноженцеобразный или прямой прикус, перекус, недокус, а также любая другая аномалия в положении верхней и нижней челюстей должны строго наказываться. Глаза большие, округлые, очень выразительные, невыпуклые, абсолютно темные. Светлые глаза допустимы, но нежелательные. Уши крупные, стоячие, широко открытые, широкие основания, и постепенно суживающиеся слегка закругленным кончиком. В состоянии покоя слегка развешаны под углом 45 градусов. Вот они образуют прямой угол. Шея, теперь профиль, пожалуйста, собаки. В стойке. В стойке. Найдите мне, пожалуйста, наверное... Нет, я хотел бы более крупным планом. Там есть длинник, который стоит на скамейке. Вот, длинник на скамейке. Вот, отлично. Дядя, предыдущий. Вот. Шея со слегка выраженным загривком. Средние длины. От начала холки. Более массивные уковеречия мусок без подвесов, длинношерстной разновидности, наличие гривы очень желательно. Корпус компактный, хорошо сбалансированный. Посмотрите, пожалуйста, как замечательно сложен корпус. Вот его длина. Вот его высота. Это собака практически квадратного формата. Вот по этой тени мы с вами опять можем судить о длине поясницы. Не буду повторять. Движения, которые много раз были продемонстрированы, вы можете сделать их сами. Линия верха горизонтальная. Вот она. Холка слегка обозначена. Спина короткая и крепкая. Друзья мои, это в очередной раз та самая позиция, которую мы с вами многожды обсуждали. Под спиной здесь имеется в виду вся линия верха. Потому что иначе, если мы допустим противоположное, короткая спина, фиксированная длине формата и фиксированная длине крестцового отдела, означает, что мы неизбежно столкнемся с длинной поясницей. Тогда прощай компактность. Понятно. Я не случайно вам прочитал текст из старого стандарта, где под спиной понималась вся линия верха. Так что эта традиция потихонечку переползла, так сказать, в современную версию. Поясница очень мускулистая. Круп широкий и сильный, почти прямой или слегка наклонный. Ну, на короткошерстной разновидности мы с вами это отчетливо увидим, а здесь, ну, совершенно естественно предположить, что вот это таким образом и проходит. Грудная клетка широкая, глубокая, ребра хорошо изогнуты, при взгляде спереди объемные, но не чрезмерно. Доходит до локтей, не бочкообразная. Линия низа и живот хорошо очерчены, с четко подтянутым животом. Все так. Хвост высоко посажен, прямой, средней длины, широкие основания, постепенно сужающиеся к кончику. Давайте теперь посмотрим на короткошерстных собак, где все это не замаскировано, приумажем. Ну вот, посмотрите здесь. Поставка хвоста является важным породным признаком. Движение держится либо высоко изогнутой или в форме полукруга с кончиком, направленным к области поясницы, что придает баланс корпусу. А теперь дайте мне, пожалуйста, собаку в движении. Ну вот, давайте посмотрим, куда. На этом примере. Движение держится высоко изогнутой или в форме полукруга с кончиком, направленной к области поясницы. Вот, изогнутым над линией верха. Хвост никогда не должен быть опущен между задними конечностями или ниже линии спины. Длина шерсти на хвосте зависит от разновидности, должна и соответствовать. У длинношерстной разновидности шерсть на хвосте образует плюмаж. В состоянии покоя хвост опущен и образует небольшой крюк. Конечности. Теперь, пожалуйста, опять стойку. Вот. Здесь крупным планом собака и все хорошо видно. Передние конечности. При взгляде спереди прямые параллели. При взгляде сбоку вертикальные. Лопатки с умеренно развитой мускулатуры. Плечи с хорошим углом плечи лопаточного сустава. Вот смотрите. Вот плечи лопаточных суставов. Вот он. Вот лопатка. Вот плечевая кость. Совершенно идеальная конструкция. Прекрасно образованный угол плечи лопаточного сочленения. И плечевая кость, которая немного длиннее, чем нападка. Идеальная конструкция. Локти крепкие, плотно прилегающие к корпусу, что обеспечивает свободное движение. Ну, имеется в виду то, что локти движутся поступательно. И боковая поверхность не мешает им это движение осуществлять. Не вынуждает их отклоняться. Ни вовнутрь, ни наружу. Предплечья прямые хорошей длины. Препястья слегка наклонные, сильные и гибкие. Пожалуйста. Лапы маленькие, овальные, с широко расставленными, но не распущенными пальцами. Кокси хорошо изогнутые, умеренно длинные. Подушечки хорошо развиты и очень эластичные. Прибылые пальцы нежелательные. Задние конечности. Мускулистые, с длинными костями. Вот смотрите, пожалуйста. Вот вам бедро. Вот тазобедренный сустав. Вот здесь по тени видно, как наклонено бедро. Вот коленный сустав. Вот голень. Кости хорошей длины. Прекрасно выражены углы сочленения. С хорошими углами тазобедренных, коленных и скакательных суставов, гармонирующими с углами передних конечностей. Ну, что такое гармонирующие? Позвольте мне отложить до породы, которая в списке у нас стоит последней. Я имею в виду русского тойтерьера. Привычно говорить тойтерьера. Русского тоя. Где у нас будет картинка. И там мы с вами увидим детали анатомии. И те самые линии, которые позволяют судить о балансе. Неважно, что это будет другая порода. Баланс определяется одинаково у всех пород. Плюсные скакательные суставы короткие. Ну, здесь вот типичная подмена понятия. Если кто-то слушает меня из наших зарубежных друзей, скажу вам, that this is a typical substitution of the concepts. Когда вместо полиусной, re-a-paston, используют hok, который на самом деле означает скакательный сустав. Поэтому эта фраза должна быть адресована не скакательным суставом, а плюсным, плюсный короткий. А скакательные суставы низко расположены. Это типичная формулировка для англоязычных стандартов. Well let down. С хорошо развитыми ахилловыми сухожилиями. Вот ахилловые сухожилия. Вот пяточная кость. Плюсный при осмотре сзади широко расставленный, прямый и вертикальный. И про лапы сказано все то же самое. Походка движения. Шаг длинный, упругий, энергичный, активный, с хорошим вымахом передних и сильным толчком задних конечностей. При осмотре сзади задние конечности должны двигаться почти параллельно друг к другу, так чтобы следы задних совпадали со следами передних. Ну, отпечатки мы с вами не увидим. Мы можем говорить о том, что это приблизительно так и происходит. Движения стабильные, свободные, пружинистые, без видимых усилий, голова поднята, спина крепкая. Но под спиной, как вы понимаете, имеется в виду вся линия вверх. Кожа гладкая, плотно прилегающая по всему корпусу, шерстный покров, две разновидности, короткошерстная. Ну, давайте посмотрим для примера на короткошерстную разновидность. И там была собака на подиуме. Это в движении. Хорошо. Да. Да. Вот собака на подиуме. Есть еще одна ее картинка, несколько крупнее, но мы и так здесь все увидим. Шерсть короткая, плотно прилегающая по всему телу. Если есть подшерсток, шерсть немного длиннее. Редкая шерсть на горле и животе допускается. Немного длиннее на шее и хвосте, короткая на голове и ушах. Шерсть блестящая, ее текстура мягкая. Без волоса и собаки не допускаются. Вот. Теперь длинношерстная разновидность. Мы с вами долго смотрели на эту картинку, поэтому я думаю, что нет надобности снова ее вызывать на экране. Шерсть, ну, хорошо, должна быть тонкой, шелковисткой, гладкой или слегка волнистой. Не слишком густой подшерсток, желательно шерсть более длинная, и образует очесы на ушах, шеи, задней стороне передних, задних конечностей. На лапах и хвосте длинная вздымающаяся шерсть недопустима. Акрас любой всевозможных оттенковых сочетаний, за исключением мерли. Размеры веса. Идеальный вес от полутора до трех килограмм. Вес от пятисот грамм до полутора килограмм допустим. Собаки весом менее пятисот грамм и более трех килограмм должны быть дисквалифицированы. Прежде чем начать рассматривать и комментировать картинки, которых будет множество, порода действительно непростая, и надо знать совершенно точно ориентиры, которые приближают этих представителей к идеалу. И понимать, насколько отклонения от этих идеалов все-таки являются еще допустимыми. Проблемы, с которыми мы встречаемся на сегодняшний день в породе, это родничок. Ну, все знают, что такое родничок. У взрослых собак мы можем снисходительно отнестись к этой проблеме если родничок не превышает пары миллиметров. Вот такая практика существует в среде узких специалистов по породе. Вторая особенность. Эти собаки по-прежнему склонны к растянутому формату. Я еще раз вам напомню, эта традиция восходит к старым временам, когда это почиталось за норму. Вы помните, в старом стандарте длина линии верха превышала высоту входки. И растянутость формата возникает по нескольким причинам. Ну, во-первых, в связи с нарушениями пропорции позвоночного столба, вернее, отделов позвоночного столба, когда поясница оказывается длиннее норм. во-вторых, даже при том, что поясница укладывается в указанный норматив, тем не менее, растянутость является особенностью многих собак. Мы с вами сейчас это увидим. Что еще надо бы сказать, что форма черепа, которая должна повторять контуры яблок, зачастую отходит от этого требования, и мы сталкиваемся с плосковатым черепом. Я не буду с вами сейчас углубляться в мелкие детали, мы с вами коснемся их на примере картинок, которые будут последовательно возникать на экране. А в целом это вот то, с чем нам приходится сталкиваться в борьбе за идеал. Теперь давайте смотреть картинку. Я намеренно расположил картинки в беспорядке, чтобы это было похоже на ту ситуацию, с которой мы сталкиваемся в ринге, где собаки упорядоченными от лучшей до худшей оказываются только в конце экспертизы. Вот теперь представьте себе, что мы проводим некую экспертизу. Правда, не собак, а фотографии, которые представлены, собак, которые здесь представлены. Вот я сейчас прошу вас обратить внимание, что особенности, с которыми мы столкнулись в предыдущем случае длинника, здесь во многом повторены с одним исключением длина корпуса и чуть короче предплечье. Ну, вдобавок, здесь немного мягче пясти, поэтому собака слегка просела на пясти и слегка прибавила в приземистости. Заставьте эту собаку встать на цыпочки, это будет выглядеть точнее. А в остальном мы видим с вами первоклассную собаку с очень цельным корпусом, несмотря на эту длину. Посмотрите на линию верха, я не вижу ее целиком, но я совершенно убежден, что вот это продолжение будет безупречным, потому что если вы вглядитесь в то, какое пространство приходится на долю паха, стало быть, на долю поясницы, то канон в отношении линии верха здесь выдержит. Значит, с глубокой грудью, с хорошим углом плеча. В предыдущем случае угол плеча был фантастический, идеальный. В этом случае он хороший. Вы видите, что здесь вот эта вот лопатка, эта плечевая кость, она уже немного короче, чем лопатка, и локоть, который в идеале должен находиться под холл, почти находится под холл. Вот, у собаки хорошей формы голова, вот видите, выпуклый череп, маркированный переход к короткой морде, прекрасной формы шея с загривком, хвост рукой направлен в сторону линии верха, нам остается предположить, что и в реальности он имеет то же направление. Посмотрите на голову этой собаки, да, вот, немножко разные ракурсы головы, замечательная форма морды, она короткая, скулы и морда создают впечатление такой формы, где от скул нет резкого перехода к лицевой части, как и должно быть. Помните текст стандартный? Если здесь череп очень хорошо округлен, в меру выпуклый, куполообразный, то здесь он умеренно округлен между ушами, вот, а уши слегка развешаны, вы помните угол 45 градусов, да, здесь этот угол будет, ну, где-то градусов 110, если я соединю эти две линии. Вот мы с вами разобрали плюсы и минусы этой собаки. Дальше, пожалуйста. Но вы уже увидели тенденцию к длине. Дальше. А вот нам с вами вид спереди. Очень характерное выражение. Короткая морда, она вполне широкая, боковые линии, те самые, о которых говорит стандарт, когда скулы не выделяются за контур линии, соединяющей основание уха с углом нижней челюсти, умеренно выпуклый череп, здесь слегка асимметричного постава уши, но случайно стойка собаки, поэтому не будем судить строго. Это ухо идеально стоит, это чуточку развешено. Вот. Посмотрите на постав передних конечностей и соответствующую ему ширину груди. Вот здесь две собаки в движении. Мелкие снимки, будем вглядываться и говорить то, что мы видим. Здесь мы с вами видим совершенно замечательные движения во всех отношениях. Посмотрите, собака с прекрасной линией верха, с хвостом, который направлен в нужную сторону, конечности находятся в размахе и этот размах соответствует прямому углу, о котором мы не раз говорили. Конечности противоположной стороны сходятся под корпусом так, что задняя нога в стадии опоры попадает под центр тяжести, шаги передних и задних конечностей по длине равны, а голова с шеей вынесены вперед настолько, чтобы соответственно вертикали, которая из глаза попадает в основание приземляющейся перед ней. Все замечательно. И мы с вами должны отметить энергию, с которой движется собака. видите, она опережает хендера. Чивава показывает на шагу. Я имею ввиду движение хендера. Шагом должен передвигаться хендер. Вот вам другая собака, тоже все очень благополучно. Прекрасный верх, в хорошем размахе конечностей, не совсем та фаза поймана, но тем не менее мы можем увидеть, что движение размашистые, а углы задних конечностей позволяют собаке достаточно далеко отставить на этой фазе заднюю конечность. Единственное, что здесь из несоответствий идеалу должен отметить, это тот факт, что шея коротковатая. И вы видите, где находится глаз и где находится передняя нога. Она слегка зависла в воздухе, потому что собака еще не вынесла голову с шеи вперед настолько, чтобы вертикальность глаза попала в лапу передней ноги, когда та сможет приземлиться. Так, ну и здесь достаточные по длине шаги, когда мы могли бы говорить об их примерном равенстве. Ну, с учетом несколько зависшей передней ноги. Дальше. Вот. Вот какая сука. Ну, по стандарту, вы помните, сука имеет право на несколько большую растянутость. Здесь отклонение от квадратного формата очевидно, тем не менее, корпус не теряет цельности. Посмотрите, какая линия верха. Цельность линии верха свидетельство того, что пропорции анатомических отделов позвоночника идеальны. Итак, собака несколько растянутого формата, глубокая, с прекрасными углами. Посмотрите, какой угол плеча. Лопатка и плечевая кость. Локоть находится под холком. Посмотрите на углы задних. Вот корень хвоста, вот колено на одном уровне. И если вы зададитесь целью сравнить между собой расстояние между конечностями и длину корпуса, то они практически совпадают. Лишний раз говорит о том, что углы в балансе с длиной корпуса. женственная голова прекрасной формы череп, короткая морда, шея, как говорят, когда смотрят на красивую лошадь в сборе, за грифком, первоклассная собака. Смотрим на собаку здесь. эта собака здесь немного короче, она с хорошей вертикальной пропорцией в части отношения глубины корпуса, глубины груди в частности, и длины передней ноги, то есть высоты в локте. У нее цельный корпус, но при этом несколько прямовато поясница. Вот посмотрите, здесь вы видите форму, которая отличается несколько иной деталью. Вот здесь чуть плосковато поясница, но это вдобавок еще подчеркнуто тем обстоятельствам, что здесь мы видим с вами контраст сильной холки, она протяженная, а потом она продолжается горизонтальной линии вверх. Поэтому очень может быть, что мы с вами сталкиваемся с оптическим эффектом. На самом деле при мануальном контроле, когда вы идете рукой по линии вверх, вдоль линии вверха, вы помните, вы должны ощутить напряжение, которое падает на спину и напряжение, которое падает на область поясницы и сопоставить их между собой. И напряжение в области поясницы должно быть больше, чем напряжение в области спины. Поэтому окончательный контроль того, что я сейчас сказал, осуществляется в реальности при мануальном контроле. Значит, прекрасной форме голова в меру выпуклый череп, выраженный переход к короткой морде, видно, что развешанные уши, хорошей длины шеи, не такой, как здесь, но все равно хорошей длины шеи, и линия вверха, которую мы с вами уже обсудили, как направлен хвост, какой он длины и формы, и углы. Здесь угол плеча хорошо выражен, хотя не в такой мере, как у этой собаки, вы видите, что плечевая кость чуть короче, да, здесь она исключительной длины, вот сравнить лопатка, плечевая кость, и где находится локоть, идеально под холкой, а здесь он находится чуточку впереди холки, значит, длина плечевой кости могла бы быть лучше. Грудь в меру выпукла в передней части, глубокая, очень хорошие углы задних конечностей. Опять проверяйте, корень хвоста, вертикаль и колено. Вот, ну и вспоминайте про соответствие расстояния между конечностями и длиной корпуса. Дальше, пожалуйста. Да-да. вот, вот две другие собаки. Давайте рассмотрим, что мы здесь видим. Слегка растянутая собака, но с коротким верхом, который отличается цельностью формы, с глубокой грудью, достаточно выраженной спереди, достаточным углом плеча, вот где холка, а вот где локоть, смотрите, это лопатка, а вот это вот плечевая кость, и отличными углами задних конечностей. Вот углы конечностей передних и задних находятся в некотором контрасте. Хотелось быть чуть улучшить угол плеча за счет более длинной плечевой кости и углы задних конечностей могли быть не с такими предельными или я бы даже сказал запредельными углами. Я предпочел бы большее соответствие углов передних и задних конечностей. Голова хорошей формы, в меру выпуклый череп резкий переход нависший над мордой короткая морда прекрасной формы шеи отлично посаженный хвост значит к этой собаке по крупному счету можно относиться критически только в части строения ее плечевого пояса в частности плечевой кости ее длины и наклона в остальном это первоклассная собака но в уме мы держим с вами тот факт что мы заметили некоторое преувеличение углов задних конечностей еще раз повторяю углы на пределе предел не перейдет потому что плюсно все таки еще отвесно а не саблист смотрим на эту собаку эта собака несколько длиннее по формату с более длинным верхом низковато посаженным хвостом глубокой достаточно выпуклой спереди грудью и прямоватыми углами конечностей что передних что задних голова хорошей формы опять те самые детали которые ее характеризуют я повторю в меру выпуклый череп выраженный переход к короткой морде достаточно длинной шеи вот так я бы описал эту собаку но в любом случае то что прозвучало в самом начале по поводу тенденций которые сохраняются в породе как след старых традиций это тенденция к длине а это кобель и кобель должен быть практически квадратного формата вот замечательная собака посмотрите пожалуйста цельный корпус вот та самая тень которая нам позволяет утверждать что это так по этой тени мы видим где проходит край последнего ребра и выходим на середину линии вверх вот вторая тень которая идет по переднему краю бедра и передней стороне подвздошных костей и здесь мы выходим на подвздошный бугор замечательная линия верха с умеренно выраженной холкой прекрасно посаженным хвостом замечательной длины и формы грудь глубокая выпуклая спереди прекрасный наклон лопатки достаточная длина и наклон плечевой кости и вот этому углу вполне соответствует угол углы задних конечностей смотрите вот тазобедренный сустав вот так наклонено бедро вот это голень вот это плюс смотрите как хорошо развиты седалищные бугры то есть насколько длинны седалищные кости стало быть там много места для размещения разгибателей экстенсора поэтому скорее всего эта собака движется с мощным толчком ну а во всем облике этой собаки я пока не говорил ничего о голове чуть позже во всем облике этой собаки вы видите уверенность в себе и энергию с которой она себя демонстрирует первоклассная голова в меру выпуклый череп уши которые развешаны под правильным углом резкий переход нависший над короткой мордой темные глаза в общем собака это первоклассная ее формат считается длиннее чем он есть на самом деле это очевидно я не стал об этом говорить но все видят что лапы утонули в траве поэтому собака на самом деле короче чем она выглядит здесь и высота в локте у нее больше вот где-то здесь находится лапа пожалуйста вот у нас с вами тоже первоклассная собака при том что она конечно длинноват формат длинноват то есть соотношение длины корпуса к высоте в холке линия верха могла бы быть тоже короче но она замечательной цельности прекрасно высоко посаженный хвост идеального направления и изгиба в меру глубокая собака с выпуклой передней частью груди с очень хорошими углами вот посмотрите на наклон лопатки вот на наклон плечевой кости вот расположение локтя относительно холки чуть-чуть опережает этот локоть вертикаль опущенную из холки на умеренные углы задних конечностей которые вполне соответствуют этому углу плеча потому что если вы измерите расстояние между конечностями и сопоставите его с длиной корпуса то они практически совпадут лишний раз разговор о том что такое углы конечностей в балансе с длиной корпуса смотрим на эту собаку эта собака немного короче примерно настолько же глубока если говорить о соотношении между высотой в локте и глубиной грудью с цельным корпусом опять следите за тенью и повторяйте наши прежние рассуждения углы конечностей выглядят не совсем натурально потому что Хендер привлек внимание собаки и показывает ей что-то очень высоко наверху собака подняла задрала голову тем самым распрямила угол плеча отличные углы задних конечностей шея хорошей длины замечательные линии вверх вплоть до основания хвоста он чуток низковато посажен ну вот мы с вами сталкиваемся с продолжением темы о тенденции которая сохраняется в породе вот вам пример собаки которая обладает еще более удлиненным форматом вот длина туловища вот высота в холке можете их измерить и сопоставить да конечно суки позволительны быть длиннее чем кобелю но не в такой мере чтобы отклонение далеко уходило за рамки квадратного формата корпус растянутый довольно цельный грудь глубокая выпуклая спереди очень хороший угол плеча немного мягковатой пясти отличные углы задних конечностей шея длинная линия верха с немного излишне выпуклой поясницей низковат посаженным хвостом голова с выпуклым черепом достаточно резким переходом помните он должен нависать над мордой вот эта линия несколько сглажена короткая морда вот то что мы увидели хорошие формы и наклона хвоста другая собака она короче но высоконогая я бы даже сказал несколько вздернута на ногах у нее небольшая голова относительно ее размеров несколько маловато хорошей длины шеи вверх вплоть до основания хвоста начиная вплоть до извините подвздошного бугра хорошей формы от подвздошного бугра до основания хвоста он несколько излишне наклонен грудь должна быть глубже массивнее лучше развита в передней части и плечи прямоваты и пясть прямоваты видите начиная от плеч лопаточного возреждения по плечевой кости которая занимает почти вертикальное положение по предплечу вплоть до лапы линия прямая а должна быть какая вот лопатка вот плечевая кость далее предплечья и слегка наклонные кости задние конечности с умеренными углами и пожалуй больше ничего мы не можем сказать глядя на эту картинку но разве что похвалим хвост его форма и направление собака несколько растянутого формата с глубоким корпусом глубина определяется соотношением высоты в локте и глубиной груди с отличным углом плеча правильными углами задних конечностей голова хорошего размера и формы черепа достаточно нависает переход над короткой спинкой носа длинная очень хорошая форма шея сильная протяженная холка а дальше мы с вами видим несколько плосковатую может быть даже несколько запавшую поясницу такое тоже встречается это тема которую я уже затронул когда говорил о том что надо проверять напряжение в области спины и пояснице где оно должно быть больше вот здесь оно явно меньше в остальном все у этой собаки благополучно это собака чистый профиль здесь отсутствует собака слегка повернута передом на нас поэтому о формате ее говорить не станем можем говорить только о глубине корпуса о том что расстояние от локтя глубина груди между собой практически равны собака несколько искусственно стоит ей не хочется стоять она подается вперед поэтому точно судить об угле плеча мы не можем он вполне приличный очень хорошие углы задних конечностей и вот то что нехорошо это линия верха вот холка дальше переслежена а далее линия поднимается к крестцу за тем чтобы потом опускаться к крупу и создавать его излишнюю покатость некоторую скошенность хвост низковато вследствие этого посажения по длине и по форме хорошей череп достаточно округлый уши излишне развешены вполне может быть признаком сопротивления собаки которые она выказывает потому что ее заставляют стоять ей не хочется стоять переход должен быть более нависшим над спинкой носа и морда несколько легковат следующий собак пожалуйста вот давайте разглядывать здесь вот это первоклассная собака видите цельный корпус в меру глубока вернее глубок это кабель хороший угол плеча почти отличный помните да критерии вертикаль из холки и локоть должны находиться на одной прямой я плохо сказал локоть и холка должны находиться на одной вертикали сейчас попью водички в надежде что это поможет мне лучше говорить отличной формы голова все видно выпуклый череп резкий переход нависший над спинкой носа короткая морда в меру развешенные уши длинная шея безукоризненная линия верха довольно длинный правильной формы хвост отлично развитая грудь что в глубину что в передней части о голове я уже сказал друзья мои большей частью я отхожу от канона в соответствии с которым я должен был бы описывать собаку когда после общего впечатления я должен говорить о ее голове меня больше сейчас интересуют особенности строения корпуса и конечностей и только потом как отдельную специфическую деталь я рассматриваю голову не следуйте за мной по этому пути когда будете проводить экспертизу и описывать собак порядок должен быть каноническим да вы помните я его нарушаю потому что обращаю ваше внимание на специфику строения корпуса и конечностей ну вот мы с вами смотрим на щенков здесь наверное щенок где-то в возрасте двух месяцев здесь немного постарше смотрите как замечательно сложен корпус и это разговор к тому лишний раз к тому что в этой породе несмотря на то что она является как принято говорить головной то есть внимание сфокусировано на голове поскольку она очень специфична по форме выражения как внимание заводчика сфокусировано на правильности сложения корпуса и на правильности строения конечностей лишний раз можно только сказать слова признательности в адрес такого заводчика который даже в такой маленькой породе во-первых заботится о функциональности вот смотрите щенок у которого кости конечностей конечно еще не выросли и тем не менее возвращаясь к самому началу цельный корпус глубокий корпус отличные углы конечностей голова у которой признаки те самые которыми мы будем восхищаться у взрослой собаки вот форма яблока если говорить о черепной части переход который уже практически нависает над короткой спинкой носа короткая морда в меру развешанные уши длинная шея высоко посаженный хвост правильно наклоненный на длине вверх замечательный щенок а этот щенок длиннее по формату но вполне возможно что это издержки роста потому что как вы знаете в редчайших случаях щенки во всех породах растут что называется преобразованием подобия когда они сохраняют пропорции только увеличиваются в размер что обычная история которая касается специфики онтогенеза состоит в следующем собака сначала растет в длину потом у нее вырастает зад и потом она дорастает напереду ну вот у этой собаки в длину корпус еще вырос в высоту еще не дорос тем не менее фаза высокозадости ее миновала и мы с вами видим линию верха у этой собаки безупречную по цельности вы не можете ее расчленить на детали которые дадут вам возможность утверждать вот эта спина это поясница это крестец все они образуют одну цельную линию высоко посаженный хвост правильно так сказать несомый над линией верха глубокая грудь замечательно развитая передней части достаточный угол плеча но еще раз говорю кости конечности к этому возрасту не могли вырасти в той мере чтобы это соответствовало образу взрослой собаки поэтому пока вот эта плечевая кость коротковата вот лопатка вот плечевая кость и собака подставила под себя передние конечности и стало сразу видно какова конструкция передней ноги отличные углы задних конечностей тоже на пределе прекрасной формы голова вот вам опять яблоко которое имеет отношение к черепу переход мы с вами здесь не видим видим только короткую морду и развешанные уши длинную шею и ту самую фазу которая является достаточно частой для большинства щенков в этом возрасте вероятно месяца три я думаю что вот это месяца около двух и это иллюстрация той самой тенденции которая несколько раз уже сегодня повторял видите длину и это длина при том что корпус компактный вы видите по тени какое небольшое пространство приходится на долю поясницы вот куда мы выйдем по последнему ребру здесь и по переднему краю подвздошной кости здесь корпус устроен замечательно несколько коротка передняя нога достаточный угол плеча собака чуточку присела поэтому трудно сказать о том какие у нее на самом деле углы задних конечностей у нее небольшая прекрасной формы голова яблоко относительно черепной части тот тот самый образ достаточно нависшая нависший переход над спинкой носа короткая морда в меру развешенные уши очень хороших длины и формы хвост ну вот скорее всего это та же самая собака думаю что так про которую можно сказать все слова прозвучавшие только что вот опять мы с вами видим щенков а щенок кажется растянутым но не забывайте это возраст когда корпус вырос в длину а кости конечностей не успевают догнать темп по темпу рост корпуса замечательно сложенный корпус замечательно цельный если судить по линии вверх глубокий если судить потому как опущена и развита в передней части грудь достаточный угол плеча но опять же мы с вами не знаем как пройдет формирование плечевого пояса и насколько в длину вырастет плечевая кость мы можем судить только о том что мы видим в данный момент отличные углы задних конечностей первоклассная голова видите то самое яблоко глубокий переход короткую морду развешенные уши и хорошей длины шею хвост правильно посажен высоко и слегка изогнутый держится над линией верха вот вам пожалуйста как спереди выглядят головы тоже замечательные головы в меру округлый череп в меру развешенные уши короткая морда не выделяющиеся скулы крупные глаза то же самое я скажу и про эту собаку вот вам пример чайвава в движении посмотрите с каким желанием напором с какой так сказать подачей движется собака как ей хочется двигаться победительные движения у собаки она слегка растянута насколько я понимаю это сука обладает цельным корпусом с прочным верхом чуть низковато посаженным хвостом смотрите как держится хвост на длине верха это свидетельство ее темперамента да посмотрите в каком размахе находятся конечности при том что фаза поймана не совсем та по которой мы окончательно можем судить и тем не менее размах это то что мы с вами видим и глаз с лапой передней ноги близки к той самой известной вертикали вот а теперь мы сталкиваемся с реальностью с которой ну время от времени нам суждено встретиться собака в движении несколько высокозадных с низковат посаженным хвостом то есть несколько скошен конечности в состоянии хорошего размаха но задние конечности толкаются в воздух что говорит о том что длины звеньев конечности не хватает для того чтобы собака тянулась к земле а здесь она толкается в воздух и как правило это проистекает из того что бедро коротковато ну вы помните я не один раз говорил о том что гармонию собаки разрушает всего лишь два элемента ее поясница и ее бедро что бедро тяготеет к укорочению а поясница тяготеет к удлине вот по длине шаги эти примерно равны но углов конечности маловато и вы видите потому что эти ноги с противоположной стороны не дотягиваются друг до друга небольшой зазор между ними есть и спереди вы точно так же видите вертикаль из глаза несколько опережает лапы передней ноги которая пытается до основания этой вертикали дотянуться здесь мы с вами видим ситуацию в которой еще ярче проявляются погрешности обсужденные только что вы видите в большей мере выпуклую поясницу и выраженную высокозадость в большей мере излишний наклон крупы низковато посаженный хвост вы видите опять тот факт что задняя нога уходит не назад а несколько в воздух по длине более или менее шаги передних и задних конечностей равны но собака движется несколько понуро с несколько опущенной головой и шеей и вот это все что можно о ней сказать у нее хороший хвост если говорить о его направлении над спиной но не о том где он посажен эту собаку мы уже видели и восторгались ею да она яркий образец породы во всех отношениях во всех отношениях эта собака очевидно к ней близка но ноги утопли в траве поэтому пропорции по вертикали искажены собака выглядит более приземистой и растянутой чем она есть в реальности из того что мы видим с вами наверняка что она несколько растянута сравните несколько растянута корпус ее обладает цельностью и глубиной у нее достаточно длинная шея первоклассная голова смотрите на форму черепа на переход к короткой морде у нее замечательный угол плеча и отличные углы задних конечностей ну я не говорю о ее шерсти это то что очевидно так у нас опять малышня давайте рассматривать мы с вами видим что заводчик следует этой логике сначала благополучия о кстати давайте я на минутку отвлекусь мы с вами обсуждали понятие soundness я вам прочитаю как американцы вот это glossary это самая книжка как американцы определяют что такое soundness читать по-английски или сразу по-русски можно и так и так хорошо по-английски это звучит так насладились the state of mental and physical health when all organs and faculties мелко очень are complete and functioning normally each in its rightful relation to the other значит это утверждение ментальной и физического ментального и физического здоровья когда все органы и способности завершены и функционируют нормально и каждая из них находится в правильном отношении к другим ну мы примерно так же на своем языке это сформулировали просто вот вам это определение soundness наших западных коллег значит и то и в этом и в этом случае мы с вами сталкиваемся с тем что эти собаки sound то есть у них цельный глубокий корпус у них крепкий костяк у них правильные углы конечности это малышня не забывайте не относитесь к этим углам строго понимаете что они в процессе у них прекрасные головы но уши несколько более чем в норме развешены это естественно потому что это все связано с ростом в частности с формированием зубной системы и тем самым периодом когда идет смена зубов и на долю зубов приходится больше кальция и меньше приходится его на долю ушей они страдают поэтому не так крепко стоят как это произойдет в будущем но в обоих случаях мы с вами видим одну и ту же тенденцию цельный глубокий корпус крепкий костяк правильные углы конечностей ну более или менее да эта собака выглядит несколько короче это выглядит несколько длиннее по части голов мы с вами можем высказаться одинаково разве что в этом случае как я уже обратил ваше внимание уже несколько более развешан хвост и здесь и здесь посажен высоко направлен в нужную сторону имеет правильную форму эти углы выглядят более выраженными особенно задние углы задних конечностей здесь углы несколько скромнее но это опять же имеет отношение к особенностям индивидуального развития во всяком случае из того позитивного что мы с вами можем увидеть в этих щенках щенках это то заложенное обстоятельство что они обладают цельным сложением с прочным верхом и глубокой хорошо развитой грудью при всем при этом у них крепкий костюм вот собака в три четверти вот собака практически в профи но за исключением того что голова ее повернута сюда в объектив видите коротко в меру глубоко с хорошим балансом углов они умеренно выражены умереть длины шеи первоклассная голова яблоко обратный череп переход короткой морде темные глаза и в меру развешенные уши отлично посаженный хвост который направлен над линией верха ну и то что бросается в глаза без лишних объяснений это то как развита грудь здесь мы с вами видим собаку тоже вполне короткого сложения глубокую она немножко просела здесь с цельным корпусом первоклассной головой развешанные уши темные крупные глаза короткая морда и умеренные углы никаких преувеличений здесь нет эту картинку мы уже видели на эту посмотрим ну это явно сука здесь много шерсти и здесь много шерсти на самом деле вот ее корпус поэтому формат гораздо более короткий чем может показаться из-за избытка шерсти она слегка приземистая с цельным корпусом по росту хорошего костика очень женственная голова прекрасной формы перворазвешенные уши с загривком шеи и короткий цельный верх вот он хвост правильно наклонен над спиной собака растянутая формат несколько приземистых обратите внимание на структуру ливер вот выраженная холка а далее немного запавшая форма а далее несколько скошенные крупы низковато посаженный хвост ну трудно сказать так ли оно на самом деле у этой собаки поскольку собака не находится в напряжении она находится в произвольной стойке будучи сама целиком несколько расслаблена поэтому то что мы с вами наверняка можем сказать из того что очевидно это то что она несколько растянута и немного приземиста при этом она костиста у нее крупная голова как себя ведут уши мы не видим они заложены шея умеренной длины вот собака у которой много из того что я сказал можно повторить она растянута она не так приземиста у нее почти правильное соотношение по вертикали она растянута несколько высокозада она с глубокой грудью достаточно развитой спереди у нее прямовато плечо очень хорошие углы задних конечностей как она держит хвост в движении сказать трудно но в стойке она имеет право его опустить шея хорошей длины голову мы с вами не видим мы видим ее сзади поэтому дать ей характеристику невозможно ну вот еще вот нам с вами представлены собаки на примере которых мы можем говорить о современной тенденции она состоит в том что эти собаки гораздо короче чем те которые почитались за образец ну в начале 70-х годов для тех кого интересует разговор о гармонии этих собак хочу вам сказать что направление селекции шло интуитивным образом правильно потому что глубина груди по отношению к длине линии верха соответствует золотому сечению то есть отношению трех к пяти у большинства собак чей формат оказывается более растянут это отношение приближается к одной второй это тоже число фибоначи но дальше отстоит в ряду от того что в пределе станет золотым сечением поэтому интуитивно заводчики художественно одаренные двигались в правильном направлении даже без того что это знание золотого сечения могло бы им дать как инструмент вот первоклассная собака замечательная собака в меру отклоняется от квадрата чуть-чуть в меру глубока с очень хорошей длиной передней ноги корпус обладает цельностью линия верха не дробится сохраняет свою цельность замечательная голова посмотрите форма черепа переход короткая морда крупные темные глаза пигментированные мочка носа и губы высоко поставленная шея идеально посаженный хвост и умеренные углы конечностей без всяких преувеличений опять же критерии вы помните расстояние между конечностями должно быть равно в идеале длине корпуса но здесь все то же самое это щенок у которого вы видите те же самые особенности разве что кости конечностей еще не доросли и я о нем могу сказать то же самое что говорил о предыдущих щенках все в полной мере я прошу прощения одну минуту вывели реакцию и говорить не могу так это опять щенки смотрите все то же самое что было до сих пор мы прослеживаем одну и ту же селекционную политику которая находится на вооружении у заводчика смотрите какой цельности корпус какой цельности линии верха как развита грудь в глубину и спереди в этом нежном возрасте какой костяк у этих собак и соответственно этому смотрите какая длина шеи длина шеи и длина плечевой кости как вы помните скаррелирована прекрасная голова те самые детали которые делают специфику этой головы ярко выраженной не буду их повторять то же самое могу сказать и про эту собаку ну вот то что мы с вами видим спереди в деталях вот прекрасной формы череп в меру развешенные уши темные глаза короткая морда правильные боковые линии которые отличают тот факт что скулы не выступают за контур линии соединяющих их от основания от внешней стороны уха до угла челюсти здесь несколько более развешенные уши а в остальном все то же самое может быть сказано дальше пожалуйста все мы закончили да мы очень много времени посвятили чевавам и я не жалею об этом потому что это очень непростая порода и потому что тот факт что в реальности мы часто сталкиваемся с излишне растянутыми собаками сделал эту особенность привычной в глазах любителей собак настолько привычной что когда мне приходится судить и в описании я отражаю эту особенность я вижу изумленные глаза как моя собака растянут растянут значит все что я сказал про чевава я сказал практически в полной мере и наверное вряд ли стоит эту тему дальше развивать тем более что время нас торопит и на очередь у нас китайская хохлатая собака да вот посмотрите пожалуйста на эту собаку начну с чтения стандарта а потом по ходу дела буду останавливаться на деталях которые на мой взгляд имеют значение или требуют какой-то дополнительной интерпретации итак две разновидности голая бесшерстная и паудерпа пуховая голая имеет хохолок волос на голове спускающийся вниз по шее носки покрывающие пальцы на ногах и плюмаж на хвосте остальная часть тела как следует из названия голая пуховая разновидность те собаки полностью покрытые длинной мягкой шерстью пока трудно точно определить происхождение но говорят что они находились в собственности динасии хань в Китае их разводили как сокровищ дома и в более крупном более тяжелом виде как охотничьих собак с 1885 по 1926 год они выставлялись на выставках в Америке но затем в течение 50 лет почти не встречались общий вид маленькая активная изящная собака со средним и тонким костяком с гладким безволосым телом шерсть только на ногах голове и хвосте или покрытая мягкой длинной шерстью существует два различных типа олени тип изящный тонкокосный и коренастый более тяжелый в корпусе костяки тип кобби поведение и темперамент счастливые не бывают злобными голова с прилегающей кожей без морщин Катюша дайте мне пожалуйста голову вам такое достаточно такое достаточно спасибо плотно прилегающей кожей без морщин расстояние от основания черепа до перехода и расстояние от перехода до кончика носа то есть морда и черепная часть по длине между собой равны голова имеет грациозный вид с живым выражением черепная часть череп слегка округлый удлиненный переход слегка выраженный но не экстремальный лицевая часть нос характерная особенность любой любой цвет мочки носа допустим морда слегка сужается но не заостренная сухая без отвислых губ губ плотно прилегающие тонкие приказ ножницы образные скулы безукоризмно точеные сухие плоские сужающиеся к морде вот это то что мы наблюдаем в последние годы у китайцев в прежние времена довольно часто встречалось скуластость собак вообще грубый череп ну вы понимаете что голый ген маскирует любую породу которая состоялась в качестве предка этой собаки поэтому темна вода во облацах что там было глаза темные настолько что кажутся черными белки глаз только чуть видны или не заметны совсем среднего размера широко расставлены уши посажены низко высшая точка основания уха наравне с внешним углом глаза ну здесь все замаскировано шерстью мы с вами потом посмотрим большие стоячие с бахромой или без нее исключение вставляет пуховая разновидность где допустим висячие уши катюш найдите мне пожалуйста голову с висячими ушами шея сухая без подвеса длинная изящно переходит в сильные плечи в движении собака несет голову шею высокой с легким изгибом корпус и вот тут прошу вашего отдельного внимания я бы даже сказал особого внимания от умеренно растянутого до растянутого гибки это место которое заставляет с изумлением задуматься потому что в прежние времена а мы держали китайских охлатых мне приходилось сталкиваться как заводчику со всеми периодами их жизни и с разными вариантами в том числе и пуховым и бесшерстным голым это были собаки слегка растянутые слово слегка растянутый потом перешло в термин прямоугольный их называли ректангела и это заставляло задумываться потому что мы уже говорили не раз прямоугольник может быть разной длины и в результате их дотянули до собак растянутого формата от умеренного до растянутого вот в моем представлении это правильный формат собаки что здесь что здесь длина корпуса немногим превосходит высоту в холоде а теперь давайте глянем на предыдущие картинки которые Катюша уже мелькали на экране вот посмотрите пожалуйста вот вам собака растянутого формата и вспомните то что вы только что видели на экране да а теперь мы с вами будем смотреть на эту собачку читать стандарт а потом я буду критиковать этот стандарт а на эту собачку да будем сейчас смотреть на эту собачку спина прямая поясница упругая крупокруглый мускулистый грудь довольно широкая и глубокая но не бочкообразная передняя часть груди не выступает грудина опущена до локтей линия живота и низа живут умеренно подтянут посмотрите пожалуйста вот на этот затененный участок вы видите где проходит последнее ребро вот оно вот я двигаюсь по направлению к позвоночнику вот последнее ребро вот поясница видите что поясница несколько длинновато и несколько так сказать просажена она должна быть слегка выпуклой она даже не прямая а слегка вогнутая и вот вам пожалуйста невнимание к позвоночным отделам спине поясницы и крестцу которое привело к феномену удлинения формата длинная поясница если ее не держать в фокусе внимания и в качестве направления селекции она приводит к тому что все становится бесконтрольным в части корпуса и он удлиняется совершенно естественно за счет поясничного отдела вот вот так это выглядит здесь и то что у меня никогда не выиграет для меня эта собака излишне растянутая с длинноватой поясницей но я не говорю про уши потому что ушам у голой разновидности позволительно быть даже висячим они слабоваты они несколько развешены у этой собаки много плюсов у нее хорошей формы голова уши конечно портит длинная шея сильная холк глубокая развитая спереди грудь хоть это вроде бы и не приветствуется стандартам вы же помните в стандарте прозвучало сейчас я найду это место передняя часть груди не выступает очень даже выступает вот у нее приличный угол плеча у него у него отличные углы задних конечностей о коже но мы пока с вами не говорили ни о коже ни о шерсти я пока отложу этот разговор а в целом рисунок ее искажен из-за того что собака удлинена и поясница несколько провалена чуточку но провалена во всяком случае уже сказал неупругая вот пожалуйста мы с вами видим в некотором смысле аналогичную собаку правда у этой собаке поясница короткая короче чем у той но собака в целом растянутая да она элегантная она с прекрасной шеей длинной сухой головой прекрасной линией верха у нее умеренно глубокая но все таки выпуклая спереди грудь у нее очень хорошие углы конечностей грудь могла бы конечно быть и поглубже и собака могла бы быть покороче и тогда можно было сказать ах как красиво длинноватая собака но она укладывается в определении того что озвучено в качестве нормы в стандарте растянутого формата так смотрим дальше я назад да потому что там у вас еще первое это вы про первую скажите это движение это движение нет вот самое первое как он стоял хвост посажен высоко в движении держится вертикально вверх или поднят вверх под углом длинный сужающийся к концу довольно прямой не скручивается не загибается в стороны свешивается естественным образом когда собака находится в покое плюмаж длинный и не спадающий покрывающий две трети хвоста редкий плюмаж допустим конечности длинные стройные хорошо расположенные под корпусом но вот здесь не очень хорошо расположены под корпусом да локоть выдвинут вперед лопатки плечи прямые и тонкие хорошо наклонены назад лопатка хорошо наклонена назад а вот о плечевой кости я того же сказать не могу локти вплотную к корпусу пясти крепкие сильные почти вертикальные передние лапы удлиненные зайчи носки шерсти в идеале ограничены пальцами никогда не поднимаются выше запястья лапы не развернуты ни во внутрь ни наружу общий вид задних конечностей задние конечности хорошо расставлены углы задних конечностей должны быть такими чтобы обеспечить ровную спину очень хорошая фраза на качественном уровне она говорит о том какими должны быть эти углы если углов не хватает тогда все начинается с прямо поставленного бедра с выпрямления угла коленного и скакательного сустава и за этим следует высокозадость потому что такая собака на ногах стоит как на подпор выпрямление углов вызванное укорочением сегментов задней конечности чревато высокозадостью значит углы должны быть такими чтобы высокозадости не было в помине вот так выдвинуто требование к углам задних конечностей далее разговор идет о коленях они прочные длинные плавно переходят скакательные суставы ну это выражение мы должны с вами перевести на общий принятый зоотехнический колени не могут быть длинными плавно переходят в скакательные суставы голени поэтому читайте этот стандарт привычным образом хорошей длины бедра хорошей длины голени довольно короткие плюсы хорошо выраженные углы тазобедренных коленных и скакательных суставов и все это устроено таким образом чтобы в результате у нас образовывалась правильная линия вверх задние лапы удлиненные зайчьи опять же носки не должны подниматься выше скакательных суставов походка движения размашистые плавные элегантные с хорошим захватом и сильным толчком ну захватом пространства имеется ввиду то есть размашистые кожа мелкозернистая гладкая теплая на ощупь это особенность которая может быть должна быть проверена при мануальном контроле шерстный покров на корпусе никаких больших участков покрытых шерстью длинный не спадающий хохолок предпочтительен но и редкий приемлем в идеале он начинается от перехода и заканчивается в нижней части шеи у пуховой разновидности шерстный покров состоит из подшерстка и мягкого длинного покровного волоса вуале образный шерстный покров их особенности давайте посмотрим пуховую собаку ну вот пожалуйста вот вам пуховая собака вуале образный волос ну что такое вуаль вряд ли надо объяснять это специфика паудер паф шерсть не должна быть иного качества вы всегда ее оцениваете с позиции ее вуале образности окрас любой цвет или сочетание цветов идеальная высота в холке каберет 28-33 суки 23-30 ну раньше вообще все собаки независимо от пола укладывались в диапазон 20-33 теперь слава богу это немного уточнили ну что же что я еще хочу сказать прежде в старые времена китайскую хохлатую собаку сравнивали с афганом говорили что это маленький афган ну в каком-то отношении эта аналогия была оправдана но конечно не полностью потому что афгана при всей специфике его силуэта отличает одно основное качество он движется со стадии зависания здесь этого нет поэтому давайте с вами разглядывать этих собак и показать вам Евгений да что Фрэнк с собой он говорил да давайте он их с пони сравнивает ну это тоже тоже аналогия да давайте с вами рассматривать этих собак прибегая все таки к гармоническим пропорциям правда эта тема звучала только отчасти в моем с вами общении но я все таки буду что-то использовать для того чтобы возникали какие-то объективные опорные точки относительно которых мы могли бы находить консенсус совместно вот у этой собаки коротковаты передние ноги вы воспринимаете это инстинктивно правда собака несколько приземистая с коротковатыми передними ногами будь эти ноги немножко длиннее была бы красота неземная а так эта красота земная вернее приземленная и я могу доказать что эти передние конечности коротковаты потому что и тут я вспоминаю одну из гармонических пропорций высота в локте по отношению к сумме длин головы и шеи составляет золотое сечение то есть 3 к 5 можете проверить здесь это не так в остальном это очень красивая собака я даже не буду останавливаться на деталях эта собака на мой взгляд хорошего формата то есть она чуть-чуть растянута но она излишне высоко нога несколько вздернута на ногах и хоть локоть и нижняя часть грудины совпадает грудь опущена до локтя тем не менее высота в локте существенно больше чем глубина груди а представьте себе еще то что над позвоночником вот он проходит да возвышается холка которая в общем к груди отношение имеет сверхустороннее она по существу то в грудь в грудную клетку не входит но она составляет внешний контур который глубине груди визуально прибавляет большую глубину глубину груди увеличивает шея как у жирафа излишней длины шеи и на фоне этой длины шеи голова смотрится по размеру маловатой корпус хорошо сложен он цельный с правильными пропорциями линии верха угол плеча приличный локоть почти находится под холкой предельные углы задних конечностей и вот это расстояние больше чем длина корпуса потому что углы задних конечностей для этой длины корпуса чрезмерно на эту собаку смотрим собака почти квадратного формата тоже несколько высоконог собака с цельным корпусом прямопречья с умеренными углами задних конечностей с высоко поставленной длинной шеей с длинной головой с чуть легковатой нижней челюстью с несколько развешанными ушами но поскольку да мы не видим с вами наверняка этого спереди так впечатление такое хотя оно может быть и ложным из-за того что здесь много украшающего волоса со стороны свисает по поводу того что эта собака голая равно как и эта ответ на этот вопрос возникает тоже только при мануальном контроле потому что существуют так называемые полуголые собаки semi-coated и тогда такую собаку эпилируют или даже просто подстригают и тогда на ощупь вы ощущаете эти кончики волос хоть и очень корни волос вернее хоть и очень коротко состриженные или эпилированные но все равно вот эта гладкость кожи настоящего голого китайца не присутствует такое бывает и такое как правило соседствует с большой оброслостью всех зонах которые разрешены а собаки с редкой шерстью не с такой оброслостью как правило от природы натурально гол так и здесь и здесь цельный корпус да смотрите на эту затененную область и соображайте сколько приходится на спину поясницу и крестец равно как и здесь эта собака несколько глубже у нее большая глубина корпуса не глубина груди давайте уточним понятие мы говорим о глубокой груди когда нижняя часть груди доходит до локтя и мы говорим о глубине корпуса когда мы сравниваем расстояние под грудиной и саму глубину корпуса вот здесь воздуха больше а вот здесь его меньше поэтому я говорю что здесь большая глубина корпуса хотя и там и там грудь по формальному признаку является глубокой нижняя часть грудины достигает уровня локтя цельный корпус в меру глубокий может быть я бы хотел чуть больше длины передней ноги так что элемент типа кобби здесь присутствует но только отчасти длинная голова прекрасной формы и длины шеи замечательная линия верха грудь очень хорошей глубины и формы приличный угол плеча правильные углы задних конечностей здесь слегка растянутый формат высоконогая в меру высоконогая собака с длинной головой ну несколько развешанные уши иногда это следствие избытка украшающей шерсти под тяжестью которых они не могут удержать более отвесное положение я не говорю про отвесное положение я говорю про то что они отклоняются в стороны и становятся развешанными в большей мере чем хотелось длинная шея выраженная холка прекрасная линия верха от начала холки до основания хвоста глубокая достаточно выраженная спереди грудь умеренные углы плеча и задних конечностей находятся в балансе между собой и относительно корпуса можете проверить критерии которые я неоднократно упоминал но это расстояние будет чуть больше поскольку плюс на несколько наклонена нога задняя немного больше чем нужно отставлю а вот собака в движении что мы с вами видим ну почти правильная фаза видите задняя нога с дальней стороны еще не успела наступить на землю передняя находится находится на этапе когда она готова освободить место для задней ноги но эта фаза еще не наступила и соответственно этому передняя нога несколько зависла в воздухе больше чем надо угол здесь несколько тупой фаза не та да ближе к земле возникнет тот самый феномен когда на размахе конечности будут вписаны в прямой угол тем не менее длина шага с учетом поднятой ноги вот приземлиться она должна была бы здесь да длина шага передних и задних конечностей почти равна между собой линия верха достаточно распространенная у китайцев несколько излишне выпуклые поясницы и немного излишне покатым круг шея держится высоко голова достаточно выдвинута вперед у собаки есть порыв в движении и в общем этот рисунок достаточно типичен для китайца на рыси я ничего не говорю о коже и украшающей шерсти все это возможно только при мануальном контроле ну вот это мы сталкиваемся уже с отклонениями от нормы собака горбится корпус ее смотрится укороченным размах конечностей умеренный хотя если говорить о балансе шагов он приличный но у собаки погрешности в строении мы можем только предположить какие потому что в стойке ее фотографии нет достаточно вынесенная вперед голова с шеи и шея ее коротковата именно это и есть причина того что вертикаль из глаза не попадает и не попадет в лапу приземлившейся ноги вот вам пожалуйста пример собаки которая соответствует тому что сказано в стандарте про формат она растянутого формата а теперь давайте с вами прибегнем к критерию который я вам назвал золотая пропорция одна из золотых пропорций следующая напоминаю высота в локте относительно суммы длин головы и шеи равна 3 к 5 здесь это не так можете проверить именно это воспринимается нами как то что эта собака излишне растянута и коротконога да у нее есть плюсы у нее цельный корпус у нее длинная голова очень хорошей формы у нее длинная шея не стану вас нагружать другими золотыми пропорциями потому что рассказа об этом не было и ну не буду вас нагружать захотите почитайте мою книгу там все это написано есть пропорция которая позволяет сравнить между собой сумму длин головы и шеи и длину линии вверх для пытливых умов я оставлю это секретом вплоть до знакомства с соответствующей частью книжки у нее цельный корпус он в меру глубокий с прекрасной линией вверх у нее хорошие углы задних конечностей и на этом исчерпывается все что можно сказать да шерсть у нее обильная но какой текстуры она я сказать не могу похоже что вуале мы с вами опять сталкиваемся с разговором и в продолжение этой темы видим снова растянутых собак вот длина корпуса вот высота в локте эта длина корпуса значительно превышает высоту холки но в большой мере первопричиной является укороченность передних конечностей вот где проходит уровень локтя сравните это с глубиной груди растянутая несколько приземистая а точнее вертконогая собака с длинной хорошей формой головы с длиннющей шеей хорошо выражена холка прекрасные линии верха как там себя ведет хвост в движении я не знаю собака стоит углы задних несколько чрезмерные угол плеча достаточный вот где локоть а вот где вертикаль опущенной из холки в этом случае мы с вами видим собаку растянутую тоже приземистую вернее несколько коротканул практически горизонтальным верхом и скошенным кругом голова с немного вздернутой мордой во всяком случае так это выглядит на картинке шеи умеренной длины прямые плечи короткие предплечья правильные углы задних конечностей ну и много шерсти качество шерсти на взгляд определить текстуру не может никто я в том числе ну вот это вот очень хороший пример того как правильно выглядит китайская хохлатая в движении видите цельный верх слегка покатый круг правильно поднятый хвост да он не закрючен он легкой дугой изгибается слегка нависая над линией верха собака в меру глубокая вот длина передней ноги которая позволяет судить о соотношении вертикальной пропорции между глубиной груди и длиной передней ноги конечности в хорошем размахе практически вписываются в прямой угол длины шагов передних и задних конечностей между собой равны и конечности с нашей стороны сходятся в точки которые соответствуют положению расположению центра тяжести вот еще чуть-чуть задняя нога продвинется в это место которая лежит на центру тяжести которая лежит на вертикали опущенном из вершины виртуального угла маяника повторять не буду рассказываю посмотрите на вертикаль опущенную из глаза и лапу передней ноги они стремятся и голова с шеей и передняя конечность продвинутся так чтобы эта вертикаль их соединена вот это пуховая разновидность которая выглядит несколько печальной у собаки нет настроения видите выражение ее глаз и несколько смешной из-за того как поставлены ее уши ну вы помните ведь у пуховой разновидности уши имеют право висеть но они могут стоять и если они стоячие их обычно подстригают тогда нет тяжести волос которая отклоняет эти уши в сторону делая их чересчур развешанными вот мы с вами закончили разговор о китайской хохлатой собаке итак я надеюсь что в вашем воображении осталась собака чей формат вопреки стандарту слегка растянут да которая обладает линиями и пропорциями укладывающимися в требования золотого сечения у которой нет излишней коротконогости излишней длины голова которая имеет форму форму иную чем в прежние времена когда скулы часто выпирали этого более нет с длинной шеей с прочным верхом с в меру глубокой грудью говорить о том что у нее не выступает передняя часть груди я бы не стал это обычно скоррелировано с углом плеча или мы будем культивировать прямое плечо в противном случае а так собака небольшая нарядная с хорошо сбалансированными движениями нарядная в обоих вариантах что в шортистом паудер пау что в бетшорстном голом сравниваются они в одном и том же линии добрый день друзья спасибо всем большое что подключились к нам сегодня зовут меня Игорь Брусьенцев эксперт по научной поддержке Райл Канин и немножко поговорим мы с вами о наших предложениях наших диетологических решениях и поскольку речь у нас сегодня об окрасах то конечно обязательно нужно рассказать о нашей уникальной линейке это здоровое питание для собак определенных пород почему именно о ней за окрас естественно у нас с вами ответственна генетика но степень проявления естественного окраса а также насыщенность цвета и качество шерсти естественно во многом будут зависеть от качества питания чем точнее рецептура чем точнее продукт рацион питания тем выше у нас с вами будут экстерьерные качества шерсти и конечно же ряд питательных веществ в рационах будет отвечать в том числе и за насыщенность естественного окраса линейка рационов для собак определенных пород как вы видите она у нас довольно широкая довольно большой охват имеет и есть продукты как для взрослых собак так и для щенков и в некоторых случаях вот как например в породе йоркширский терьер есть еще и для стареющих собак если говорить в целом об общих свойствах всей линейки то понятно что в первую очередь каждый из продуктов адаптирован под размерную группу породы это очень важно особенно когда мы говорим о калорийности рациона но есть также и особенности разных размерных групп кроме того каждый из данных продуктов обладает уникальной гранулой которая во первых полностью соответствует размерам и форме челюсти что облегчает захват и более удобно для разгрызания это очень важно это тоже один из параметров ответственных за вкусовую привлекательность но есть еще другой важный момент например в продукте для лабрадоров у нас есть такое свойство как профилактика набора лишнего веса избыточной массы тела и конечно здесь за профилактику будет отвечать не только скажем ограниченная калорийность порции рациона но также и гранула поскольку она выполнена такой формы которая заставляет собаку дольше поедать корм соответственно дольше поедает быстрее насыщается ну это как для примера кроме того каждый из продуктов поддерживает выставочную кондицию это касается и мышечной массы это адаптированное содержание белка для каждой породы и самое главное аминокислот это в том числе и комплексы для поддержания барьерной функции кожи и соответственно блеска и красоты шерсти чуть позже о них поговорим кроме того каждый из продуктов обеспечивает скажем так особые потребности породы и даже в некоторых случаях профилактирует заболевания характерные для пород так например продукт для далматинцев он профилактирует образование мучекаменной болезни уратного типа то есть профилактирует образование уратного типа камней благодаря источнику белка который при переваривании дает наименьшее количество куриновых оснований кроме того каждый из продуктов адаптирован для более чувствительного пищеварения и обладает очень высокой степенью усвоения что очень важно конечно же для всех пород собак что же касается качеств кожи и шерсти то здесь очень важно сказать что во-первых отвечать за это будет определенное количество необходимых аминокислот для шерсти это касается в первую очередь фенилаланина и тирозина которые являются предшественниками меланинов это естественные пигменты шерсти которые будут как раз позволять раскрыться насыщенности естественного окраса кроме того ряд других аминокислот необходимых для роста волоса ну и конечно же другие вещества например омега-3 омега-6 жирные кислоты в частности в продукты включен включено масло огуречника аптечного как источник гамма-малиноленовой жирной кислоты это как раз те компоненты которые будут отвечать в первую очередь за блеск шерсти блеск и красоту шерстного покрова вот ну и конечно же компоненты для укрепления кожного барьера это витамины группы В пантотеновая кислота никотинамид холин ну и аминокислота гистидин и данный комплекс он присутствует во всех продуктах для собак определенных пород соответственно обратите внимание на эту линейку если у нас есть продукт для собаки вашей породы соответственно используйте продукт соответствующий вашей породе собак в принципе все что хотел вам сегодня рассказать спасибо большое за ваше внимание и ждем вас на следующих наших вебинарах всего доброго перед вами порода в которой существует две разновидности разновидность с стоячими ушами называется папион с висячими ушами называется фален в странах которые принадлежат к системе FCI эти разновидности судятся поврось вместе с тем мне пришлось сталкиваться с экспертизой континентальных тоиспаниелей в Австралии не раз где обе разновидности находятся в одном ринге и тогда то за что я должен браковать одну я должен поощрять в другой ситуация ну парадоксальная поэтому слава богу что мы с вами избавлены от необходимости сравнивать их между собой в одном ринге давайте почитаем про эту породу которая все больше и больше становится популярной благодаря своему особенному виду ну и они в культуре разведения достигли таких высот что часто выигрывают самые большие самые престижные выставки я помню хорошо выставку всемирную девяносто 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 первого года нет девяносто восьмого года в девяносто первом году выставка в Хельсинки была европейская в девяносто восьмом всемирной и вот тогда Бестеншоу выиграл Попиен и этот же Попиен спустя некоторое время выиграл Бестеншоу в Вестминстре была потрясающая собака которая царила вопреки своему крошечному размеру над всеми нами глядя на нас сверху вниз история повторилась недавно на крафте где Попиен выиграл Бестеншоу крафт поэтому порода находится на большой высоте и в руках известных заводчиков они представляют собой действительно жемчужек общий вид небольшой роскошный то из панели обычного и гармоничного строения обычного и гармоничного значит ничего особенного в сложении этих собак по отношению к общепредитым нормам нет они правильно сложены с длинной шерстью умеренно длинной мордой короче черепной части живым темпераментом грациозный но крепкий с гордой осанкой с легкими элегантными движениями несколько растянутого формата голова пропорционально корпусу но легче и короче чем у спинерии крупного и среднего размера череп не слишком округлый как при взгляде сбоку так и спереди иногда встречается легкий след срединной бороздки переход от толпак морзи довольно акцентирован у более тяжелых собак переход менее очевиден но все же определяется у очень мелких собак он отчетливо выражен однако без резкого уступа лицевая часть мочка носа небольшая черная округлая но слегка уплощенная сверху морда короче черепной части изящная заостренная не слишком впалая по бокам не должна быть вздернута вот слегка округлая по бокам слегка тем не менее под глазами эта морда несколько выточена но не настолько чтобы боковые стороны морды были уплощенными спинка носа прямая губы сильно пигментированы тонкие плотно прилегающие челюсти зубы совершенно крепкие расположенные в обычном порядке язык не должен быть вид постоянно видимый или не убирающийся при касании язык дефект глаза довольно крупные хорошо открытые менделевинные невыпуклые посажены довольно низко на голове внутренние углы глаз находятся на линии соединения черепа и морды а темного цвета очень выразительные веки сильно пигментированы уши вполне тонкие но крепкие у стоячих ушей и у висячих по исследованию руками конец ушного полотна не должен быть слишком острым усы посажены на голове довольно далеко сзади и достаточно широко чтобы слегка округлая форма черепа была видна Катюша можно мне еще картинки вот пожалуйста посмотрите да читаю еще раз это место уже посажены на голове достаточно далеко сзади и достаточно широко чтобы слегка округлая форма черепа была видна вот прошу вас увидеть это разновидность висячими ушами называется фален уши в состоянии покоя посажены высоко значительно выше линии глаз держатся висячим, но однако вполне подвижны уборные волосы волнистые и может быть весьма длинным, что украшает собак разновидность с стоящими ушами называется побиен уши посажены высоко ушные раковины хорошо открыты и развешены внутренний край ушных раковин образуется в горизонтали угол примерно в 45 градусов ну вот как здесь вот здесь это ближе к правде, это собачка расслаблена ни в коем случае ухо не должно быть направлено вертикально как у шпица такое ухо определенно должно быть отвергнуто внутренняя поверхность ушных раковин покрыта тонкими волнистыми волосками самые длины из которых слегка выходит за край уха снаружи напротив уши покрыты длинной шерстью образующей свисающую бухрому которая значительно выходит за край уха скрещивание двух разновидностей часто приводит к полустоячим ушам с опущенными концами это промежуточная форма постава ушей является серьезным недостатком шея средней длины слегка выпуклым загривком корпус теперь мне пожалуйста собачку в профиль хорошую собачку давайте первую ну вот это вот по поводу по поводу коротких и недостаточно развяженных ушей линия верха не слишком короткая и не выпуклая вот она но и не провислая однако и не плоская поясница цельная слегка выпуклая грудь широкая довольно хорошо опущена обхват груди в области двух последних ребер приблизительно равен высоте в холке ребра сводиста о чем это говорит о том что грудь объемная если в области последних ребер обхват таков живот слегка подтянут хвост посажен довольно высоко весьма длинный обильный уборный волос образует прекрасный плюмаж когда собака в движении хвост держится поднятым вдоль линии верха и изогнутый его кончик может касаться спины но никогда не должен закручиваться и лежать прямо на спине конечности прямые, крепкие, изящные собака не должна выглядеть высоконогой при осмотре спереди или сзади конечности параллельны передняя часть плечи хорошо развиты хорошо прилегают к корпусу плечевые кости одинаковой длины с лопатками хорошо прилегают к корпусу на фалине тоже посмотрим хорошо прилегают к корпусу плечевые кости одинаковой длины так нормальный угол плечи лопаточного сочленения вот холка вот лопатка вот плечевая кость и локоть практически под холкой да пясти видны в профиль да их не полностью загораживает украшающая шерсть только от части скакательные суставы задняя часть скакательные суставы с нормальными углами и это все что касается строения задних конечностей лапы довольно длинные так называемые русачи крепкие когти предположительно черные светлее у собак коричневого пятнистого окраса белые когти у белых собак или у собак с белыми ногами не являются недостатком если эта собака в других отношениях хорошо пигментирована пальцы крепкие жесткими подушечками между ними хорошо развита украшающая тонкая шерсть которая выступает за кончики лап движения гордилевые свободные легкие элегантные шерстный покров у нас есть еще в профиль мне кажется есть свободные стойки фолен вот здесь да да вот вот это смотрим на эту картинку на первоклассная собака шерсть без подшерстка обильные блестящие волнистые не путать с курчавой не мягкая но слегка пружинищая на ощупь с шелковистым блеском шерстинки растут прилегая совершенно тонкие слегка изогнутой волной по виду шерсть напоминает английского тоиспаниеля но определенно отличается от шерсти пикинесса в то же время не должна иметь никакого сходства с шерстью шпица шерсть короткая на морде вокруг глаз на передней части конечности на передней стороне и на плеснах умеренной длины на корпусе становится длиннее на шее где образует муфту и жабо спускаясь волнами на грудь образует бахрому на ушах и задней стороне передних конечностей на задней стороне бедер объемные штаны из мягкой шерсти возможно небольшие пуческие шерсти между пальцами которые могут даже слегка выступать за пределы лапы не утяжеляя их а напротив делая их более изящными за счет удлиненной формы некоторые собаки при хорошем стадии шерсти имеют шерсть длиной 7,5 см на холке и плюмаш на хвосте 15 см окрас очень важно послушайте внимательно пожалуйста на шерсти с основным белым фоном допускаются все цвета на корпусе и на конечностях белый цвет должен быть преобладающим над окрашенными участками белый цвет на голове предпочтительно в виде более или менее широкой проточины допускается белая отметина на нижней то есть передней части головы но преобладающий белый цвет на голове является дефектом и так на корпусе и конечностях белый цвет в норме преобладает на голове белый цвет не должен преобладать во всех случаях губы веки главная мочка носа должна быть фигментирована высота обколки около 28 две категории у кобелей менее 2,5 для кобелей и сук 2,5-4,5 для кобелей 2,5-5 для сук минимальный вес 1,5 кг но пожалуй что я прочитаю про дефекты череп плоский яблоком или выпуклый как у мелких английских той спаниери переход от алба к морде слишком сильно или недостаточно выражен мочка носа не черная морда горбоноса или вогнутая депигментация губ недокус перекус глаза маленькие слишком круглые выпуклые светлого цвета видимые склеры когда собака смотрит прямо вперед горбатая или провислая спина хвост закрученный лежащий на спине или спадающий на бок отличать костную основу от плюмажа искривленные передние ноги узловатые запястья слабая задняя часть что такое узловатые запястья ну трактовать можно по-разному можно говорить о том что зоны роста не исчерпаны и значит собака не полностью выросла и у взрослой собаки зоны роста остались вот такая аномалия можно считать что запястные суставы имеют наплывы спереди такое тоже бывает но во всяком случае запястные суставы должны читаться в продолжении линии ведущей от фронта предплечья к пясти и лапе колени скакательные суставы и лапы при осмотре сзади не расположены на одной вертикали одинарные или двойные прибылые пальцы на задних конечностях нежелательны их удаление целесообразно разметы или косолапость когти не касаются земли шерсть плохая мягкая или не прилегающая взгерошенная шерсть прямая в основании или по всей длине пушистая шерсть подшерсток который указывает на примесь шпица дисквалифицирующие пороки розовая или пятнистая мочка доза чрезмерный недокус или перекус когда резцы не соприкасаются язык парализованный или постоянно видим ну вот мы с вами видим красивую голову правда форма черепа между ушами несколько заслоняется вот этой прядью которая растет спередней части лба возвышаясь по направлению к ушам но скорее всего слегка округлая форма черепа все-таки имеет место быть достаточно широко расставленные уши у основания крупные миндалевидные глаза правильно раскрашенная голова видите проточина забеленная спереди и снизу морда проточина которая уходит наверх колбу прекрасно одетые уши и миндалевидные глаза растянутая собака несколько коротконогая коротконогость еще усилена тем что у собаки слабые пясти поэтому она просела на них несколько крутоватые лоб и несколько излишний переход к морде хороший длинный шея прекрасный верх хвост судя по тому как собака его держит правильно посажены и правильно направлен в сторону линии верха и боков собаки прямоватые плечи достаточные углы задних конечностей видите как выпрямлен контур задней ноги да вот что можно сказать об этой собаке хорошо развит украшающий волос прекрасно одеты уши закрашенная белым переносица создает впечатление несколько удлиненной спинки носа но на самом деле соотношение длины морды и длины черепа правильный здесь мы видим тоже несколько растянутую собаку несколько излишне и опять же первопричина коротковатых передних конечностях прямоватые плечи прямоватые пясти хорошей формы голова умеренной длины шеи верх очевидно имеет правильную линию хвост похоже правильно посажен и в меру наклонен и загнут вперед умеренные углы задних конечностей несколько длинноватый плюс собака достаточно одета несколько излишне растянутая собака с покатой линией верха не очень характерна для формы линия верха с таким наклоном в общем не описывается стандарт воспринимается несколько искусственной в этом рисунке умеренно растянутый я уже сказал с очень хорошей головой прекрасно украшены уши достаточно длинная шея грудь хорошо развита достаточно она глубока и достаточно развита в передней части прямоватые плечи вот так идет лопатка вот так идет плечо вот локоть отличные углы задних конечностей вот такая собака это собака несколько приземиста и опять же смотрите все это усиливается от того что мягковатые пясти и собака на них просев умеренный длинный корпус голова хорошей формы уши хорошо расставлены обнаруживает легкую выпуклость черепа при взгляде спереди цельный верх хорошо посаженный в правильном движении наклоненный вперед хвост умеренный угол плеча достаточной длины предплечья если не сказать что они коротковаты задние конечности с длинноватыми плюс вот смотрите это ну я бы не сказал что половину высоты в холке но к тому приближается больше чем одна треть вот в целом красивая собака но тоже с несколько излишне покатым вверх умеренно растянута нарядно в целом с изысканным рисунком красивая голова правильный переход умеренно короткой мордой высоко поставленной хорошей длины шеи линия верха отличается цельностью хотя несколько для меня излишним наклоном грудь глубокая похоже что в меру развита спереди но прямоватые плечи и несколько саблистые задние конечности посмотрите на наклон плюс может быть случайная поза но во всяком случае это то что я могу отметить на этой фотографии отлично одетый хвост правильно направленный в сторону спины ну условно говоря спины в сторону линии вверх собака умеренно одета эта собака тоже умеренно растянута несколько коротконога несколько приземист слегка высокозадом голова хорошей формы была бы но морда тяжеловат шея коротковата верх прочный угол плеча приемлемый пясти мягковатый прямоватый углы задних конечностей но главное это то что корпус у нее окрашенный это основной окрас корпуса а он в основном должен быть белым здесь это дефект я читаю что у этой собачки с задом справа я сказал она высокозадная я не стал рассказывать про детали потому что много раз на этом останавливался у этой собаки короткое бедро именно по этой причине она поставлена прямо отвесно а не наклонно как должно было бы быть что обеспечивало бы собаке возможность слегка осесть в коленях вот это не происходит поэтому крестец так сказать задран приподнят а в коленях собака разогнута и угол скотчатных суставов недостаточный на левой картинке он избыточный на правой картинке он недостаточный я читаю реплику по поводу пясти и автор пишет что они наклонены всегда все зависит от меры наклона вот это излишне наклонные пясти вот здесь правильный поставка слегка наклон слегка наклон а не так еще раз подчеркиваю эта собака выглядит несколько приземистой отчасти потому что она просела в пясти и высокозадой потому что у нее прямовато поставленное бедро которое не дает возможности собаке слегка осесть в колени ну вот вам первоклассная собака во всех отношениях смотрите формат только слегка растянут собака в меру глубокая и высоконогая вот где смотрите внимательно вот лопатка вот плечо лопаточный сустав вот где локоть вот отсюда читается передняя нога значит цельный корпус видите легкие лёгкий наклон линии верха не чрезмерный не преувеличен глубокий корпус прекрасно покрытый шерстью которая не скрывает корпус а только подчеркивает его форму отличные углы конечностей вспоминайте критерии сравнивайте между собой расстояние между конечностями и длину корпуса вот где кончается зад собаки вот здесь вот седалищный бугора все это покрыто шерстью и отлично одетый хвост который закрывает большую часть собаки и правильно направлен в сторону линии вверх шея высоко поставлена голова по длине пропорциональна размеру собаки морда в меру короткая уши как мы видим несколько развешены и сама собака заинтересована в том что ей предлагает Хендлер в этом проявляется ее темперамент а здесь мы отклонились от Дилана и ушли к собачкам которых будем критиковать эта собака излишне растянута достаточно правильное соотношение глубины груди и длины передней ноги опять же несколько излишний наклон пясти который несколько искажает эту пропорцию и она могла бы быть лучше при меньшем наклоне пясти а так собака все-таки воспринимается несколько приземист голову оценить в этом ракурсе сложно уши достаточно развешены верх цельный хвост бедновато одет грудь умеренно развита угол плеча приличный углы задних конечностей умеренные и окрас собаки правильный основной окрас с корпуса белый так же как основной окрас головы пигментирован вот этот собак мы опять сталкиваемся с только достаточной длиной передних конечностей вот посмотрите внимательно на запястные суставы видите они выделяются они выпадают из прямой линии и это тот самый случай когда наверное наверняка сказать не могу надо было бы смотреть руками может быть охарактеризовано как их узловатый характер собака правильной длины соотношение глубины груди и высоты в локте опять же несколько нарушено достаточной длины передней конечности голова хорошей формы с правильным выражением типичным например развешенные уши несколько плосковат череп при осмотре между ушами верх судя по всему прочный и цельный хвост умеренно одет правильно закинут на в сторону головы достаточные углы конечностей прямоватые плечи тоже прямоватые углы задних конечностей опять первопричина коротковатая бедра вот видите угол колена практически не читается эта линия практически прямая тогда как должна быть несколько выпуклой в области коленного сустава ну вот пожалуйста тоже не самые удачные примеры папиенов растянутая собака коротконогая несколько тяжела в черепе голова ну умеренно развешенные уши строго говоря я не могу дать им характеристику от того что мне это не позволяет ракурс умеренные длины шеи хорошая линия верха хвост достаточно закинутой в сторону головы умеренные углы конечностей главная проблема собаки в короткости ее предплечье ну и в том что шерсть бедноват вот вам пожалуйста пример очень растянутой собаки голова с излишне выпуклым лбом длинноватой легковатой морде шея длинная с загривком собака несколько высокозада кроме того у нее излишне выпуклая поясница вот видите где корень хвоста вы видите где начало спины холка почти не выражена дальше излишне выпуклая поясница низкопассажных област глубины едва достаточной угол плеча прямоват правильные углы задних конечностей собака бедновато один то что видно здесь собака почти квадратного формата несколько высоконог прямые плечи выпрямленные углы задних конечностей короткая шея очень хорошая голова прочный верх бедновато одетый хвост вообще бедновато одетая собака здесь собака растянутого формата с приличным соотношением глубины груди высоты в локте излишне крутой лоб умеренной длины шеи прочный верх низковато посажен хвост бедновато одетый хвост вообще собака бедновато одета хорошие углы задних конечностей но длинноватые плюс вот это собака растянутого формата с прямоватыми плечами достаточными угла задних конечностей с коротковатой шеей легковатой мордой но главное на корпусе у нее основным окрасом является пигментированный окраса вовсе не белый равно как и в этом случае это собака еще со скуластой головой ну ракурс в котором снята собака не позволяет сказать наверняка о ее вертикальных проекциях потому что в таком ракурсе передняя нога укорачивается корпус по всей видимости правильной длины правильный углы задних конечностей ну и умеренно одетая очень небрежно приготовленная с точки зрения груминга собак эту собаку мы уже смотрели эта собака растянутая несколько приземистая с длинноватой мордой достаточным переходом с хорошей длиной шеи прочным верхом похоже что несколько высокозадая посмотрите направление этой линии угол плеча достаточный углы задних конечностей хорошо выражены но главное что корпус ее основным окрасом имеет пигментированный окрас в отличие от нормы которая требует белая по корпусу мы опять с вами сталкиваемся с не самыми удачными образцами породы собака квадратного формата а вертикальные пропорции сказать затрудняюсь потому что передние ноги скрыты голова широкая в черепе несколько скуластая прямоватые плечи прямоватые углы задних конечностей эта собака растянутая высокозадая белая проточно широкая затрудняет сказать насколько точно выражен переход в этом ракурсе я затрудняюсь его определить уши развешены шея коротковата верх прочный верх бедновато одет грудь глубокая прямоватые плечи и пясти посмотрите пожалуйста вот плечи лопаточных лопатка плечи лопаточный сустав плечевая кость предплечье и отверстная пясть и прямоватый угол задних конечностей коленка почти не видна шерсть бедновато в целом вот прекрасные движения на примере фалена собака выглядит несколько более растянутой чем она есть на самом деле мне приходилось его судить по-моему это было в Монако он у меня был вторым в девятой группе если я не ошибаюсь это та же самая собака во всем случае это собака из того же питомника цельный глубокий корпус прекрасные движения посмотрите на размах конечностей сравните его с прямым углом в котором в идеале это должно совпасть должен вписаться этот размах в прямой угол вот вам пожалуйста длина шага передней ноги длина шага задней ноги они равны между собой собака целиком пока еще висит в воздухе и задняя конечность еще не достигла точки приземления вот она здесь будет и тогда это точно основание вертикали на которой лежит центр тяжести передняя нога выброшена вымахнута вперед настолько чтобы соответствовать вертикали основания которая попадет в лапу в момент ее приземления и все у этой собаки красиво ну вот пожалуйста еще пример головы слегка округлые череп развешанные уши овальные глаза мочка носа плосковатая спереди сверху белая распространенная проточина белым покрытая морда уходящая на черепь ну и здесь целая серия похожих собак но в другой вариации это фалены здесь мы с вами видим голову скос с овальными глазами широко расставленные уши наклонены в стороны позволяет увидеть некоторую округлость черепа и белая на морде и голове распространена законно установленные области здесь я могу сказать то же самое здесь только еще более четко округленный череп широко расставленные под правильным наклоном уши здесь они несколько развешены я должен выглядеться в глаза да глаза овальные раскраска головы правильные ну вот вам пример того как это должно быть и как это не должно быть вот вам уши высокопосажные пусть для шпица они великоваты но они шпицеобразные и кругловатые глаза они не круглые но все-таки кругловатые вот здесь они более овальные ну и эту собаку мы уже видим я повторяться не стану а вот вам пример забеленной головы то чего не должно быть голова должна быть окрашена пигментированным волосом и допустимо только наличие белой проточины белой морды по бокам и снизу и проточины которые уходят на лоб видите насколько нетипичное сразу выражение вот это вам пожалуйста крупные круглые глаза нетипичные уши они близко расположены и мало развешены и плохо одеты если вообще можно говорить об их образности но здесь ситуация похожа тоже уши короткие близко расположены и практически не украшены итак русский той порода которая но не просто существенно преобразовалась относительно той какой я ее помню со времен мголса и даже раньше сначала эта порода была под контролем одной дамы которая училась вместе со мной на курсах это был далекий 61-63 годы была такая Марсанна Ландау очень властная женщина которая держала под собой всю популяцию московских тойтерьеров и они конечно выглядели совершенно иначе чем то с чем мы привыкли теперь сталкиваться и что привыкли называть всякими награждать наделять всякими положительными характеристиками это были маленькие истеричные собаки с круглым черепом лупоглазые с короткой мордой стоячими ушами кривые и косые редко среди них можно было увидеть правильно сложенную собаку об углах конечностей и о поставе конечностей мне говорить не хочется потому что хорошо сказать не могу а плохо не хочу и вот время и энтузиасты породы в числе которых в первых рядах была Евгения Фоминична Жарова и было даже время когда эту породу думали может быть ее стоит назвать Жартерьер жила Евгения Фоминична в районе Коломенска я у нее бывал куда меня привозила Наталья Михайловна Карпышева большой поклонник энтузиаст этой породы вот и время и специалисты энтузиасты преобразовали эту породу так как мы ее сегодня привыкли видеть не буду повторять текст стандарта он прозвучит вернее опережать собаки стали настолько благополучно сложены в целом что даже на больших выставках на очень больших ну скажем Хельсинки Винер была история когда русский той выиграл Бестеншоу и не под кем нибудь а под Карри Ярген вот какая эволюция произошла с породой и поэтому я должен сказать особые слова признательности в адрес наших заводчиков которые довели ее до такой кондиции мне приходилось судить их довольно часто последний раз в большом количестве я их судил в 17 году на мире в Ляйпциге и собаки в массе своей были первоклассными так что на радость нам эта порода процветает для того чтобы в деталях говорить о тех вещах которые сегодня фрагментарно прозвучали на примере русского тоя я использую вот эту картинку и вторую и они мне помогут с помощью вот вашего визуального восприятия наглядно продемонстрировать то что неоднократно звучало на словах и то что соответствует этому самому понятию soundness вот такая преамбул ну давайте прочитаем все таки преамбулу к стандарту в начале 20 века одной из самых популярных декоративных пород в России были английские тойтерьеры однако в период с 20-х по 50-е годы их племенное рождение почти не велось и поголовье сократилось до критического уровня начиная с середины 50-х годов кинологи взялись за восстановление этой породы почти все собранные собаки были без родословных многие из них были не чистопородными стандарт составленный для тойтерьера оказался резко отличным от стандарта английского тойтерьера по многим принципиальным позициям и с этого момента развитие породы в России пошло своим путем 12 октября 1958 года видите как важно в Москве от двух гладкошерстных тойтерьеров один из которых имел слегка удлиненную шерсть родился ковель с эффектными очесными но в шах и конечностях было принято решение закрепить это в потомстве и его повязали сукой также имевшей слегка удлиненную шерсть так был получен длинношерстный вариант тойтерьера который назвали московский длинношерстный тойтерьер большую роль в его сознании сыграла московский хинолог Жарова Евгения Фоминиш в ходе многолетнего изолированного разведения и селекции в специфическом направлении была выведена новая порода русский той в двух разновидностях длинношерстный и гладкошерстный общий вид маленькая элегантная высоконогая собака с тонким костяком и сухой мускулатурой очень гармоничная и пропорциональная половой тип выражен слабо длина корпуса равна высоте собаки в холке можете убедиться вот высота в холке вот длина корпуса высота в локте чуть больше половины высоты в холке вот в локтевом суставе вот в локтевом отростке грудь достигает уровня локтей вот уровня локтевого отростка морда короче черепа пожалуйста убедитесь поведение темперамент активный очень жизнерадостный нетрусливый и не злобный всегда заинтересованное отношение к миру сильная привязанность к хозяину голова относительно корпуса небольшая легкая сухая при осмотре сверху кленовидной формы без явно выступающего затылочного бугра черепная часть катюша можно мне теперь картинки фотографии а это будете уже я потом еще попрошу показать да вот это вторая картинка а вот теперь мы с вами смотрим как это выглядит так сказать жильем голова относительно корпуса небольшая легкая сухая при осмотре сверху кленовидной формы ну спереди мы потом посмотрим на нее череп высокий но не слишком широкий ширина в скулах не превышает высоту в черепах с несколько округлым лбом округлый должна быть хорошо выражен но не утрирован переход от лба к морде четко выраженной средней глубины лицевая часть мочка носа небольшая хорошо развитая ноздри хорошо раскрыты черная и лифтон окраса но в данном случае коричневая морда сухая умеренно заостренная постепенно суживающаяся к мочке носа по длине короче чередной части от одной третьей до двух пятых длины что такое две пятых ну две шестых это одна треть это чуть больше чем одна треть спинка носа прямая губы тонкие сухие плотно прилегающие темный лифтон окраса прикус ножницы образный прямой прикус распространяющийся на 2-3 пары резцов допустим но нежелательный зубы белые среднего размера скулы плоские слабо выраженные уши большие тонкие высоко посаженные стоячие в форме высокого равноведренного треугольника у длинношерстной разновидности могут быть слегка развешены дайте мне пожалуйста длинношерстного шея длинная сухая высокого постава корпус линия верха плавно не спадает от холки к основанию хвоста холка слегка выражена свина крепкая прямая поясница короткая довольно мускулистая слегка выпуклая вот опять же тень позволяет нам с вами установить границы линии вверх вот последнее ребро вот я выхожу вот спина вот конец спины вот передний край бедра а далее подвздошные кости вот я выхожу на подвздошный бугор 2 1 1 круп слегка наклонный наклон от около 15 градусов относительно линии горизонта средней ширины умеренной длины ну длина крупа вы помните определяется совокупностью длины крестца и длины костей таза вот они кости таза седаричные кости таза выступают образуя задний контур вот это крайняя точка седаричный бугор здесь они больше выражены здесь меньше грудь доходит до уровня локтей в оберечном течении формы слегка уплощенного овала линия низа живот подтянут паха подобраны линия низа красивые зубы хвост средней длины саблевидной серповидной формы без заломов и утолчений уверенно высоко поставлен желательно чтобы в движении хвост не опускался ниже уровня спины но и не лежал на спине купированный хвост допустимо оставляется 24 позвонка конечности спереди при осмотре спереди параллельно при осмотре сбоку предплечья расположены под корпусом высота в локте чуть больше половины высоты в холке лопатки умеренной длины с умеренным наклоном плечи по длине приблизительно равны лопаткам угол плеч лопаточных сочленений 100-110 градусов Катюша теперь я попрошу рисунок повторяю лопатки умеренной длины с умеренным наклоном вот вам пожалуйста угол 100-110 градусов между лопаткой и плечевой костью локти направлены строго назад предплечья длинные прямые запястья сухие запястья при осмотре спереди прямые при осмотре сбоку слегка наклонные передние лапы небольшие овальные пальцы плотно собраны в комок направлены вперед коксичерные лифтонокрасы подушечки упругие черные лифтонокрасы при осмотре сзади прямые параллельно поставлены чуть-чуть передних углы коленных и скакательных суставов умеренно выражены и находятся в балансе с углами передних конечностей при осмотре сбоку слегка отставлены назад вот теперь давайте смотреть что означает лишний раз разговор о балансе углов между передними и задними конечностями и так плечи лопаточных сустав и тазобедренный находятся на одной горизонталь локтевой и коленный находятся на второй горизонталь это первое условие а далее локоть находится под холкой а колено находится под корнем хвоста это означает что углы соответствуют друг другу передних конечностей угол плеча и все углы сочленений задних конечностей потому что в этом случае обеспечивается несколько условий первое две горизонтали которые в движении рысью колеблются в противофазе погашают взаимно взаимно погашает колебания друг друга и таким образом позвоночный столб сохраняет горизонтальное положение в движении что чрезвычайно важно по двум причинам первое вдоль линии верха передается двигательный толчок от задних конечностей к передним и во вторых если позвоночный столб горизонтально ориентирован не смотрите на этот наклон этот наклон обеспечен осистыми отростками которые убывают по длине от холки по направлению к подвздошным буграм если позвоночный столб ориентирован горизонтально то собаке не приходится совершать работу по подъему центра тяжести вот это одно второе это условие позволяет блокировать проявление высокозаблости именно по той причине что позвоночный столб сохраняет горизонтальное положение второе условие две вертикали способствует тому что наклон лопатки в этом случае а в этом случае бедренные кости является максимальным физиологических границах дальше его задвинуть нельзя иначе будет острый угол плеча чем это чревато вы знаете разгибать такое плечо означает прилагать большие усилия да равно как и в этом случае если бедро имеет излишний наклон или напротив находится в вертикальном положении то тогда угол между бедром и седалищной костью таза седалищными костями таза отклоняется от 90 градусов и это нарушает экономичность работы тазобедренного сустава вот значит наклоны плечевой кости и бедра которые соответствуют двум синим вертикалям позволяет оптимизировать значение углов плечи лопаточного и всех остальных сочленений задней конечности вот что означает что углы конечностей передних и задних соответствуют друг другу или находятся в балансе вот теперь вы наглядно посмотрели на то как это соответствует понятию сбалансированности углов и что это означает и как это выражается и за счет чего это может быть достигнет бедра умеренной длины сухой развитой мускулатуры но вы понимаете что бедро все-таки несколько короче чем плечевая кость потому что вот наклон плечевой кости а бедренная кость отклоняется от вертикали совсем немного и понятно что она по этой причине короче чем более наклонная плечевая кость умеренной умеренной длины сухой развитой мускулатуры горе не по длине примерно равны бедрам скакательные суставы с умеренно выраженными углами плюсы поставлены вертикально параллельно друг друг задние лапы чуть уже передних все остальное повторяется походка движения движения свободные прямолинейные легкие энергичные умеренно размашистые на росте сохраняется ровная линия верха над которой слегка возвышается холка при движении собака гордо держит голову и довольно высоко несет хвост кожа тонкая плотно прилегающая к корпусу шерсть существует две разновидности гладкошерстная и длинношерстная гладкошерстная шерсть короткая плотно прилегающая и блестящая без подшерстка и залыси длинношерстная корпус и шея покрыты умеренно длинные 3-5 см прямой или слегка волнистый прилегающий к шерсти шерсть на голове передних сторонах конечностей короткой плотно прилегающие. Задние стороны конечностей и хвост покрыты развитой украшающей шерстью. Уши покрыты густой длинной шерстью в виде бахромы. У взрослых собак бахрома должна полностью скрывать внешние кромки и кончики ушей. Шерсть на туловище не должна быть взъерошенной или пухлявой, а красной. Черно-подпалый, коричневый подпалый, голубо-подпалый, лилово-подпалый, рыжий с чернью, рыжий с голубым, рыжий, палевый, рыжий с коричневым, рыжий с лиловым, кремовый, мочка носа, в тон окрас. Высота в холке кобели 22-27, вес кобелей и суки до 3 килограмм. Простите, когда я говорил о высоте в холке, это касается и сук, и кобелей. Наибольшие желательные параметры рост 25 сантиметров, вес 2,3 километра. Я прочитаю раздел дефектов, он содержит большое количество отклонений, но я думаю, что важно их знать. Робкое поведение, рост менее 22-27 сантиметров, нижняя челюсть, зауженная или тяжелая, а также вздернутая или опущенная морда, вывернутые локти, размет, излишне выпрямленные углы передних и задних конечностей, излишне выраженные углы задних конечностей, низкопассажный хвост, хвост кольцом, спиралью или лежащие на спине, незначительные залысины в гладкошерстной разновидности, излишне длинная, не прилегающая или стеговолнистая шерсть на корпусе у длинношерстной разновидности, взъерошенная или пухлябая шерсть, отсутствие украшающей шерсти на хвосте, маленькие белые отметины на груди и пальцах, излишне широкие или размытые, а также распространенные или затемненные подпалины, дисквалифицирующие пороки, агрессивность или трусость, отклонение поведенческого или физического свойства, перекус, прямой припуск по всем листцам, недокус, перекус челюсти, отсутствие любого клыка или более двух листцов в любой челюсти, клыки нижней челюсти упираются в десну или в небо верхней челюсти, постоянно видимый язык при закрытой пасте, наличие родничка у собак старше 9 месяцев, кратконогость, излишне объемная массивная грудная клетка, полустоячие уши у гладкошерстной разновидности, висячие уши у длинношерстной разновидности, у гладкошерстных, залысины в очень большом количестве, более 25%, очень мягкая, взъерошенная, не прилегающая к коже шерсть на корпусе, или излишне длинная шерсть с выраженными очосами на конечностях и хвосте, признаки стрижки. У длинношерстных отсутствие украшающей шерсти на ушах, признаки стрижки шерсти на корпусе, курчавость, полустоячие уши без украшающей шерсти, заломы или утолщение на хвосте, белые пятна на голове горли, груди конечностей, на голове горли конечностях, выше пясти, плюсин, большие белые пятна на груди, наличие тегровин, а также любой окрас, не указанный в стандарте, рост более 29 или менее 18 сантиметров, вес более 3 или менее полутора килограмм. Вот. Вот так выглядит современный стандарт. Я хочу принести признательность автору этого рисунка, русского тоя, который позволил мне повторить важные вещи, имеющие универсальный характер, важные для большинства пород собак и позволяющие зрительно сопоставить свои впечатления от рассказа с тем, что они видят перед собой. Так, хорошо. Вот вам пример длинношерстного тоя. Квадратный формат. В меру высоконогая собака. Отличные очертания корпуса, что верхняя, что нижняя линия. Голова с ушами, которые одеты украшающей шерстью, правильные углы и общий баланс. Вот мы с вами видим собаку в движении. Но поймана не совсем та фаза, видите, здесь стадия зависания. Вся собака целиком висит, поэтому мы можем только предполагать какие-то вещи. Но то, что мы видим наверняка это. Прочный верх. Хороший размах. Продлите эти линии и увидитесь в том, что этот размах позволяет говорить о прямом угле. Конечности, которые в скорости сойдутся. Так, что задняя нога подопрет туловище, находясь под центром тяжести. Длины шагов практически равны между собой. Шея короткована. Поэтому неудивительно, что передняя нога зависла в воздухе больше, чем на этот момент зависла задняя нога. И это вызвано тем, что угол плеча недостаточный. И собака, я уже говорил сегодня об этом не один раз, и собака вынуждена держать стадию в зависании до тех пор, пока задняя нога не попадет на стадию опоры и не протолкнет туловище вперед настолько, чтобы голова оказалась выдвинутым до вертикали, соединяющей глаз с лапой передней ноги. Вот такая длинная получилась фраза, но уж извините, как вышло. Вот мы с вами видим головы. Вот голова в профиль, да? Вот голова анфас в длинношерстном варианте с этой роскошной украшающей шерстью и в короткошерстном варианте. А здесь мы с вами видим пример несколько излишне высоконогой собаки. Коверь квадратного формата. Грудь несколько не достает до локтя, да и сама передняя нога, если вы сравните с глубиной груди, имеет чрезмерную длину. Собака короткая, с цельным корпусом, с прекрасным верхом, с очень хорошими углами конечностей. Голова несколько излишне высока в черепе, с немного заостренной, излишне заостренной мордой. Длинная шея, про верх я уже сказал, отлично посаженный хвост. И в остальном все хорошо. Вот две вещи. Излишняя длина передней ноги и некоторая излишняя заостренность морды относительно большой глубины в черепе. В этом случае собака достаточно высоконогая, с несколько излишне массивной грудью. Голова крупная, сейчас я попробую вглядеться, с немного длинноватой мордой, с достаточно округлым черепом, здесь череп наоборот был несколько плосковат, с длинной шеей, прекрасной линией верха, но если вы выглядитесь, то вы обнаружите довольно длинную поясницу. Судите вот по этому участку. Вот это последнее ребро, вот где выходит на уровень позвоночника последнее ребро. вот где выходит линия по внутреннему контуру бедра и подвздошной кости здесь, вот длинноватая поясница. Тот самый случай, когда вопреки этой длине, линия верха сохраняет ценность. Это не правило, это исключение. Как я уже сказал, грудь несколько излишне массивна и костяк несколько излишне массивен. Посмотрите на ширину скакательного сустава. Да? Хотя в целом собака имеет красивый рисунок, но есть отклонение от типа ТОЯ. В целом несколько излишне массивная собака. Дальше, пожалуйста. А что такое отклонение от типа ТОЯ? Чтобы не возникал вопрос, я его, наверное, предварю. Не возникало отклонение в типу Цверкпинчера. Здесь мы видим собачек разного окраса, которые смотрят на нас. Ну, вот эта собачка несколько излишне пучеглазая. Здесь все хорошо. И с формой, и с выражением, и с поставом ушей. Здесь постав в ушей тоже хорошо. Видите, насколько тоньше и легче по костяку эти собаки, чем та, о которой я сказал, что она излишне массивна. Да? А вот эта собака растянута. Растянута за счет поясницы. Смотрите, пожалуйста, где последнее ребро. Вот. И вот где подвздошный бугор. Вот какая длина поясницы. Она почти сопоставима с длиной спины. Как только возникает длина поясницы избыточной, так все остальное, здание собаки, оказывается разрушенным на базовом уровне. Потому что фундамент ее находится здесь. И если фундамент заложен неверно, то к каким бы ухищрением не прибегал селекционер, все они будут иметь только отчасти декоративный характер. И будучи направленным на компенсацию этой проблемы, они проблему в целом решить не смогут, потому что на базовом уровне гармония собаки нарушена. Соотношение 2-1-1 нарушено. Этот отрезок существенно больше, чем единица. А этот существенно меньше, чем двоек. Итак, собака растянутая, за счет удлиненной поясницы, прямоплечья с излишними углами задних конечностей. Голова с несколько излишне выпуклым лбом. Ну, вот, пожалуй, и все, что я могу об этой собаке сказать. Я могу бы, конечно, сказать, что у нее глубокая, но плоская спереди грудь, что у нее прямые плечи и чрезмерные углы задних конечностей, что уже прозвучало. Но я надеюсь, что это видите и сами уже достаточно отчетливо. Вот мы с вами сталкиваемся с реальностью. Вот так зачастую выглядели собаки прошлого, когда мы отмечали горбатость, высокозадость, вздернутость на ногах, излишне выпуклый лоб. И говорить о движениях, характеризуя их со всех сторон, мне не хочется, потому что хорошего я сказать не могу, а плохое мне говорить не хочется. Здесь мы сталкиваемся со случаем удивительным для ТОЯ. Видите движение с перехлестом, да? Это говорит о том, что углы конечностей для этой длины корпуса чрезмерны, и это неправильно. собака несколько растянутая, линия верха отличается деталями, которые несколько отклоняются от нормы, несколько излишне выпуклая поясница, и практически скошенный круг. голова с излишне резким переходом к короткой морде, ну и конечно собаку простит очень блеклый светлый окрас и маска на морде. Эту собаку мы уже характеризовали, по поводу этой я сейчас кое-что скажу. Может быть собака перегрузана шерстью, поэтому впечатление некоторого избытка субстанции, так скажем, ну в общем он отмечается, сравните с этой собакой. Может быть это связано с излишней развитой шерстью, но может быть и нет, и может быть сама собака несколько более массивна, чем хотелось бы. Хорошо сложенный корпус, практически квадратный формат, с цельным верхом, глубокой грудью, достаточно выпуклой спереди. Голова хорошей формы, но несколько тяжеловата, хотя по этому корпусу она приходится, она составляет определенную с ним гармонию. Шея длинная, верх цельный, грудь глубокая, уже сказал, достаточно выпуклой спереди. Главная проблема прямое плечо, я говорю сейчас не о типе, а об анатомии, прямое плечо и несколько коротковатая шея, но вы помните рычаг, шея, лопатка, плечевая кость, коротковата шея, коротковата плечевая кость, это очень сильно скоррелированная. Вот посмотрите на эту собачку и на эту собачку. Итак, в целом, эта собака более массивна, чем хотелось бы, с коротковатой шеей и прямоватым плечом. Эта собака несколько растянута, она стоит в случайной позе, поэтому слегка подставила под себя задние ноги. Она в меру высоконогая, с хорошо развитой грудной клеткой, цельным верхом, несколько низковато посаженным хвостом, у нее крупная голова, несколько высоковатая в черепе, шея умеренной длины, холка недостаточно выражена, ведь ее практически нет, и мы с вами видим такой резкий переход от шеи к начальной части спины, но верх при этом, я уже сказал, сохраняет цельность, грудь глубокая, отличные углы конечностей, посмотрите, вот наклон лопатки, вот наклон плечевой кости, и вот место, где находится холка, а вот углы задних конечностей. Это уже очень хорошая собака, ну, сука, ей позволительно быть немного длиннее, тоже цельный корпус, в меру высоконогая собака, которая исказила строение переда тем, что у нее очень высоко поднята голова, шея практически вертикальна, ну и соответственно выпрямился угол плеча, он на самом деле гораздо лучше, судя по тому, как наклонена плечевая кость, сравните, лопатка и плечевая кость, а вот углы задних конечностей, которые соответствуют плечу, посмотрите пожалуйста, вспоминайте мой разговор, основанный на картинке нарисованной, плечи лопаточный сустав, забедренный, локтевой сустав, вот его уровень, коленный сустав, вертикаль опущенная из холки и вертикаль опущенная из корня хвоста, очень близко к тому, что должно быть хорошо, случайная поза, ну и искажение вследствие задранной головы, вот причина, по которой эта собака, ее рисунок выглядит не совсем совершенным, вот аналогичная история с длинношерстной собакой, все то же самое, что я сейчас проговорил про ее короткошерстную родственницу, так сказать, практически квадратный формат, веру выраженная высоконогость, хорошо развитая грудь, что в глубину, что спереди, цельный верх, вот тот самый затененный участок, который позволяет нам утверждать, что пропорции линии верха соответствуют канону 2.1.1, отличные углы конечностей, локоть практически под холкой и задние конечности, они немножко подставлены под себя, но произвольная поза собаки объясняет эту позицию, хорошие длинные голова, несколько отвернута, ракурс не позволяет точно охарактеризовать переход и форму лба, но похоже, что здесь все благополучно, прекрасно одетые уши, высокая длинная шея, и в общем мы видим здесь красивую собаку. У этой собаки много хороших черт, она почти квадратный формат, почти, она хорошо сложена, потому что мы видим, что с помощью затененного участка мы в состоянии оценить пропорции линии вверх, у нее глубокий корпус, у нее хорошего размера голова с достаточно округлым лбом, чуточку затянутым, чуточку сглаженным, не то чтобы сглаженным, он должен быть более четким этот переход, с длинной шеей, но угол плеча выпрямлен, пясти отвесный, очень близко к казинец, его пока нет, но он будет, если продолжать культивировать собак, пренебрегая длиной и наклоном плечевой кости, лопатка поставлена замечательно, вот плечевая кость поставлена прямовато, ну, а дальше уже вследствие этого мы с вами видим продолжение, и несколько излишних углов задних конечностей, возможно, собака слегка присела на колени, потому что ее зовут высоко сверху, может быть, может быть, именно по этой причине так распрямился угол плеча, а во-вторых, она осела в колени, но как бы то ни было, мы говорим о факте, а не о причинах, вот мы с вами видим в движении собаку, собака слегка растянутого формата, видите, вверх ее сохраняет горизонтальный характер, длина передней ноги и глубина груди вполне сопоставимы между собой с тем лишь замечанием, что длина-то передней ноги чуть больше, чем это расстояние, конечности находятся не в максимальном размахе, собака бежит с оглядкой на хендлера, который передвигается неспешно, поэтому этот угол почти достигает значения 90 градусов, ну и к тому же фаза, которую схватил фотограф относится к стадии зависания, поэтому в остальном мы можем говорить только предположительно, я имею ввиду длина шага передних и длина шага задних. Похоже, что длины передней ноги хватит для того, чтобы попасть на основании вертикали, опущенной из глаза в момент приземления, но это все предположительно. В этом случае мы с вами видим слегка растянутую несколько легкомордую собаку, довольно высоконогую, с достаточной, с достаточным углом плеча, который является причиной того, почему собака вынуждена долго на весу держать переднюю ногу, я сегодня уже говорил об этом, при том, что задняя уже находится под туловищем, на стадии опоры, но критерии вертикали может быть достигнут только тогда, когда задняя нога протолкнет тело вперед с тем, чтобы вертикаль из глаза попала в лапу приземлившейся ноги. Так, здесь мы с вами видим типичный рисунок неудачный в движении собаки. Собака высокозада, веслозада, извините с жаргон, со вскошенным кругом, с несколько связанными движениями, и поэтому дальше разговор продолжит затруднить. эта собака тоже горбата в движении, не знаю, как в стойке. Несколько лучше движется, чем эта, потому что все-таки есть опора на заднюю ногу перед тем, как она совершит толчок, но те же самые особенности выражены в меньшей мере. собака легкоморда, переход сглаженный. Ну вот, замечательные движения собаки, единственное, что хотелось бы улучшить, это формат. Собака несколько растянут, а в остальном все замечательно. Прочный, ровный верх, отличный размах конечностей, вспоминайте про прямой угол, проверяйте. Задняя конечность в стадии опора под центром тяжести и похоже на то, что в момент приземления длины шагов передних и задних конечностей сравняются между собой. А знакомая нам с вами вертикаль попадет по месту в лапу приземлившейся ноги. Вот это случай, который соответствует уже состоявшему разговору и объясняет причину, по которой собака вынуждена высоко держать переднюю конечность. Прямое плечо причина того, что собаке не удается достаточно далеко вымахнуть переднюю ногу, когда ей не приходилось бы держать в стадии зависания в ожидании пока тело будет продвинуто вперед. Собака хорошая, квадратного формата, с цельным корпусом, шея коротковатая, ну и пожалуй я не могу судить наверняка, но при распахнутой пасти можно все-таки производить впечатление немного легковатой. Легковатой. Несколько коротковатая шея, но плюсов много. Правильный формат, цельный корпус, отличная линия верха в движении, правильная форма хвоста, ну достаточно одетые уши. Вот вам отличные движения. Цельный корпус, прочный ровный, почти горизонтальный верх, длины шагов между собой совпадают, движения достаточно размашистые, этот угол практически вписывается в прямой и глаз с лапой передней ноги находится почти на одной вертикали. длины шагов между собой равны, задняя нога на стадии опоры находится под центром тяжести. Здесь собака растянута, с излишне выпуклой поясницей, несколько скошным крупом, с мелковатой груди, посмотрите на глубину груди и сопоставьте ее с расстоянием до земли, насколько она меньше. Зависание вызвано тем же самым, той же самой причиной, поэтому повторяться я не стану, о сопоставлении длин шагов ну можно только предполагать, может быть они равны, может быть нет. вот то, что можно сказать об этой собаке. Сейчас я одну минуточку подключу, а то он у меня уже готов отключиться. Итак, смотрим, несется вперед собак, очень темпераментно, с прекрасным корпусом, замечательные линии вверх. к сожалению имеет место перехлёст. Говорит это о том, что углы конечности несколько избыточны для этой длины корпуса. Вот то, что я могу сказать. Эта собака опять же поймана в момент зависания, поэтому говорить о движениях и характеризовать их на принятом зоотехническом языке затруднительно. Пожалуй, я уклонюсь от характеристики, пока собака висит. Вот когда она приземлится, я скажу. Ну вот, очень хорошая собака у нас перед глазами. Чуть длинновато, но это сук. С прекрасным верхом, очень точной композиции. По тени можете сами определить границы анатомических отделов. В меру глубокая, в меру длинноногая. С хорошим балансом. Посмотрите, эта нога еще немножко висит в воздухе, когда она опустится, длины шагов сравняются. Ну, не совсем та фаза поймана, видите, задняя нога, которой предстоит взять на себя вес собаки, еще не попала на правильное место, потому что передняя конечность еще не снялась с опоры. Тем не менее, вот это вот практически прямой угол и лапа передней ноги, глядите, где глаз и где лапа. И вспоминайте про вертикаль, который является критерием нескольких полезных качеств. Повторяться мне сейчас уже не хочется. Да, ну вот мы с вами видим совершенно прелестную картинку. Они нас приветствуют, они на нас смотрят, кто-то изумляется, кто-то смотрит спокойно, кто-то чего-то просит. Собаки красивые, вызывают удовольствие, когда вы на них смотрите. смотрите. И я еще раз хочу воспользоваться возможностью и сказать о моей признательности всем тем, кто помог мне собрать эту коллекцию картинок. Я хочу особую благодарность выразить автору рисунка, на примере которого мне удалось повторить важные вещи. Ну и лишний раз поблагодарить вас за внимание и терпение на протяжении многих часов и за мою дидактичность. Спасибо большое. Все, счастливо. До завтра.